Это случилось в начале 1912 года. От ледника на юго-западе Гренландии откололся гигантский кусок льда. Он образовался из снега, который выпал за многие тысячи лет до этого события. Возможно, еще в те времена, когда по земле бродили мамонты. Так айсберг начал свое путешествие. Он был огромным, более 520 метров в длину и весом более 75 миллионов тонн. Поначалу он вел себя мирно и держался вдали от кораблей и оживленных транспортных маршрутов. А потом каким-то образом он уплыл гораздо дальше на юг, чем другие айсберги. Нашему айсбергу повезло, ведь другие тают задолго до того, как попадают в эти широты. Обычно из 30 тысяч айсбергов, которые откалываются от ледников Гренландии, только 1% достигает Атлантики. Даже после таяния в воде в течение нескольких месяцев, эта массивная глыба льда была почти вдвое тяжелее моста Золотые ворота. Верхняя часть айсберга возвышалась над поверхностью океана на 10 этажей. За несколько дней до того, как наш айсберг добрался до Атлантического океана, величественный корабль покинул порт. Это был роскошный лайнер, на борту которого находилось более 3000 пассажиров и членов экипажа. В то время «Титаник» был самым большим кораблем из всех когда-либо построенных. Столкновение произошло 14 апреля 1912 года, когда корабль находился в Северной Атлантике, в 600 километрах от Ньюфаундленда. Айсберг повредил по меньшей мере пять отсеков корпуса. С пугающей скоростью они начали наполняться водой. Отсеки «Титаника» не были закрыты сверху. Вот почему вода перелилась через край и стала затоплять соседние секции. Передняя часть корабля начала погружаться, в результате чего задняя часть поднялась в воздух практически вертикально. А затем с оглушительным ревом лайнер разломился пополам. Остальное уже история. Но что же после этого случилось с айсбергом? 15 апреля 1912 года немецкий океанский лайнер «Принц Адальберт» шел через Северную Атлантику. Он находился всего в нескольких километрах от места, где затонул «Титаник». Главный стюард немецкого корабля, еще не знавший о катастрофе, увидел айсберг. Его внимание привлекла большая красная полоса, которая проходила вдоль основания ледяной глыбы. Мужчина это даже сфотографировал. Он подумал, что эта краска означает, что какой-то корабль столкнулся с айсбергом в течение последних 12 часов. Следующим человеком, который увидел айсберг и сделал еще одну фотографию, был капитан судна, прокладывающего глубоководные телекоммуникационные кабели. Корабль был послан на помощь в район, где затонул «Титаник». Позже капитан утверждал, что айсберг, который он видел, был единственным в этом районе. Плюс полоска красной краски. Сопоставить факты совсем нетрудно. В 2015 году одна из этих фотографий была продана на аукционе более чем за 32 тысячи долларов. И все же эксперты не уверены, что на фото изображена печально известная глыба льда. Это мог быть другой айсберг, который в то время находился неподалеку. Огромный непотопляемый корабль погрузился на дно Северной Атлантики, где остается и по сей день. Но айсберг продолжил свой путь, сбивая с толку немногочисленных очевидцев. Он медленно таял в воде и до конца года полностью исчез. Кракен. Легендарный морской монстр. Это гигантский, просто невероятно огромный кальмар. Если бы такое чудовище действительно существовало, мир бы изменился до неузнаваемости. У Кракена мощные щупальца, которые снабжены множеством присосок и сильными мышцами. Такой кальмар способен разломить корабль надвое или просто утащить его на дно. Однако самая пугающая особенность Кракена — это его размер. Моряки рассказывали, что встречали подводных гигантов больше полутора километров в длину. Это практически длина десяти футбольных полей. Может, Кракен умел играть в футбол? Легенда о гигантском кальмаре гласит, что монстр был настолько огромен, что моряки принимали его за небольшой остров. В прошлом победить такое чудовище было просто невозможно. Давайте включим воображение на полную и представим, что Кракен не только существует в реальности, но и способен иметь потомство. Да-да, океаны кишат монстрами, которые могут потопить любой корабль. У огромных кальмаров нет естественных врагов, и их популяция растет с невероятной скоростью. С учетом размеров им требуется очень много еды, из-за чего численность крупных морских животных стремительно сокращается. Под угрозой исчезновения синие киты, большие белые акулы, обычные гигантские кальмары и прочие виды. Из-за резкого сокращения популяции крупной рыбы многие люди голодают. Экономика городов, живущих за счет рыболовства, в упадке. Цены на мелкую рыбу возросли в несколько раз, поскольку рыболовство стало небезопасным. Чтобы одолеть кракена, требуется мощное оружие, однако чудовище не так-то просто поймать. Кракен принадлежит к классу головоногих моллюсков, в который входят кальмары и осьминоги, одни из самых умных существ на планете. Кракен – искусный охотник, и он никогда не нападает в открытую. Так что же можно сделать? Заметить приближение кракена заранее невозможно, поскольку он нападает из глубины. Однако понять, что монстр находится где-то рядом, помогает всплывающая на поверхность рыба. Но в этот момент реагировать уже поздно. Огромная щупальца размером с высокую башню появляется из воды, падает на палубу корабля и разбивает ее в щепки. Матросы с криками разбегаются, и кракен наносит второй сокрушающий удар. Затем кальмар обвивает судно щупальцами и тянет его ко дну. Ужас. Но представим, что морякам все-таки удается освободить корабль из цепких объятий чудовища. Экипаж судна наносит ответный удар, отражает атаку, и раненый кракен уходит под воду. Кажется, что битва окончена, но худшее впереди. Рядом с кораблем образуется водоворот. Когда кракен ныряет, из-за своего размера он создает гигантскую воронку, похожую на водосток огромной ванны. Водоворот затягивает корабль в бездну, и победа достается кракену. Печально. Шанс одолеть монстра есть, если предугадать его нападение. Проблема в том, что кракен точно заметит вас раньше, чем вы его. Гигантские кальмары обитают на глубине и обладают самыми большими глазами среди всех животных. Глаза кальмара достигают размера тарелок, благодаря чему он видит свою жертву издалека. По этой причине кракен заметит корабль раньше, чем будет обнаружен гидролокатором. Так что перевес явно не на стороне человека. Итак, морские грузовые перевозки резко сокращаются, а авиационные возрастают, поскольку становятся единственным безопасным способом перемещаться между континентами. Это вызывает сильное загрязнение воздуха. Самый достойный враг кракена – подводные лодки. Они смоделированы так, чтобы погружаться на большую глубину и оснащены мощными эхолокаторами, которые могут обнаружить кракена издалека. Кроме того, металлический корпус лодки не так-то просто пробить. Одна подлодка может запросто победить одного кракена, но что, если на нее нападет несколько чудовищ? Три кракена могут обхватить лодку своими щупальцами и утянуть ее на глубину, где давление сделает свое дело. Существование кракена кардинальным образом поменяло бы развитие многих стран. Что если бы Христофор Колумб во время своего знаменательного путешествия заметил остров и подумал, что это и есть новый свет? Он бы подплыл ближе, и тогда огромные щупальца потопили бы его судно. Есть вероятность, что колонизация Северной Америки началась бы только с появлением самолетов. А первый полет с экипажем состоялся лишь в 20 веке. Не было бы ни Голливуда, ни гамбургеров, ни знаменитой американской музыки. Не было бы даже Ютьюб. А значит, вы не смогли бы посмотреть это видео. Что еще хуже интернета бы тоже не существовало. И все из-за какого-то дурацкого кальмара. Викинги бы не строили дракары и не осваивали бы новые территории. История Норвегии, Швеции, Финляндии и других северных стран была бы абсолютно другой. И, возможно, Титаник столкнулся бы не с айсбергом, а с огромным морским чудищем. Хотя, конечно, вероятность, что люди путешествовали бы на больших лайнерах по морям, стремится к нулю. Представим, что кракен не агрессивен. Уже лучше, но ему все равно нужно есть. Популяция гигантских кальмаров растет, а других крупных морских обитателей становится все меньше и меньше. Кракены все чаще поднимаются на поверхность и мигрируют ближе к берегу. Во многих странах запрещают купаться в океане. Только представьте, как вы расслабляетесь на волнах, а под вами проплывает чудище размером с небоскреб. Пляжный отдых перестает пользоваться популярностью. Страны, существующие за счет туризма, терпят небывалые убытки. Тем временем кракены, столкнувшись с голодом, начинают охотиться на сухопутную добычу и атаковать небольшие портовые города. Дома, пристани и целые улицы оказываются разрушены. Огромное количество пластика выбрасывается в океан ежедневно. Кракенам, это не по душе, и сердитые, и голодные монстры начинают нападать на мосты. Только представьте, как гигантский кальмар обвивает мост золотые ворота и блокирует все движение. Некоторые, особенно крупные особи, способны разорвать прочные тросы и обрушить всю конструкцию воду. Все-таки хорошо, что кракена не существует, но, по крайней мере, насколько нам известно. Но могло ли подобное животное действительно обитать в океане? Легенда уходит вглубь веков, но научные свидетельства появились лишь в 19-м столетии. В 1857 году у берегов Дании был обнаружен клюв кальмара диаметром 7,5 сантиметров. Другие огромные останки были найдены на Багамах, и тогда ученые убедились, что гигантские кальмары действительно существуют. И хотя с тех пор прошло более ста лет, мы до сих пор не знаем, до каких размеров они могут вырасти. Дело в том, что гигантские кальмары – одни из самых неуловимых существ на Земле. Они живут на глубине, куда не так-то просто добраться ученым. Для подобного погружения требуется мощное и громоздкое оборудование. Подводные батискафы и камеры производят много шума и света. Кальмары замечают их издалека и скрываются прежде, чем люди успевают их увидеть. Вероятно, легенда о кратене появилась из-за настоящих гигантских кальмаров. В прошлом люди не знали об этих животных, поэтому когда огромного кальмара увидели впервые, его описали как ужасное чудовище. Трудно сказать, существовали ли кальмары размером с небольшой остров, потому что мы пока изучили только около пяти процентов океана. Быть может, в нем плавают чудовища куда страшнее кракена. Вроде моего племянника Пети. Вы знаете сигнал СОС, не так ли? Три точки, три тире и еще три точки. Это международный сигнал бедствия с использованием азбуки Морзе, который означает «спасите наши души» или «спасите наш корабль». Экипаж легендарного «Титаника» отчаянно пытался послать этот сигнал в течение двух часов ночью 14 апреля 1912 года. Не так уж и далеко от того места, где гигантский лайнер столкнулся с айсбергом, находились другие корабли. Но призыв о помощи долгое время просто исчезал, прежде чем, наконец, был услышан имя. Пассажирский корабль «Маунт Темпл» принял сигнал и отреагировал на него, но «Титаник» ответа так и не получил. Так что же глушило все призывы корабля о помощи? Неужели какой-то неизвестный бермудский треугольник в Северной Атлантике? Очевидцы утверждали, что в ту холодную роковую ночь небо было окрашено ярким северным сиянием. Да, это очень красиво, но не исключено, что именно северное сияние подписало «Титанику» смертный приговор. Дело в том, что северное сияние мы видим благодаря геомагнитным бурям, которые представляют собой колебания магнитосферы Земли. И происходит все это из-за нашего Солнца. Магнитосфера подобна защитному пузырю, который окружает нашу планету. Она оберегает нас от вредных солнечных лучей, ветров и других космических опасностей. Без такой защиты жизнь была бы невозможна, и Земля напоминала бы Марс. А еще ее можно поблагодарить за компасы, всегда указывающие на север. Эксперты знают, что магнитосфера Земли сильно влияет на навигационное оборудование, и иногда сбивает его с толку. Так что самое время вернуться к «Титанику». Совсем недавно исследователь погоды Мила Зинькова выдвинула теорию о том, что солнечные вспышки, спровоцировавшие геомагнитную бурю, могли сыграть главную роль в гибели «Титаника». Солнечные вспышки происходят регулярно, и некоторые люди особенно чувствительны к вызываемым ими магнитным бурям. В такие дни вы можете ощущать слабость, усталость, испытывать головные боли и даже перепады настроения. В обычные дни давление стабильно. Магнитосфера блокирует все плохое, и мы счастливы. Но порой на Солнце происходят крупные взрывы, они могут быть размером с Землю. Эти вспышки выбрасывают волну заряженных частиц, которая сталкивается с магнитосферой на высоких скоростях. И вот тогда на помощь приходит наш защитный пузырь. Он сжимается, деформируется и выталкивает эти частицы к полюсам. Взгляните на яркие огни, танцевавшие в ту ночь над Титаником. В северном полушарии это явление называется северное сияние, а в южном – южное. Когда магнитосфера выталкивает солнечные и космические частицы к полюсам, они сталкиваются с молекулами различных газов. Вот почему мы можем наблюдать такой невероятный диапазон цветов. Например, кислород может быть зеленым или красным в зависимости от расстояния, а азот – синим или фиолетовым. Именно такое явление наблюдали в ту ночь многие очевидцы, включая второго офицера со спасательного судна «Карпатия». Он написал об этом в бортовом журнале, прежде чем получил сигнал бедствия с Титаника. Но мы забегаем вперед. Полярное сияние – это видимый признак геомагнитной бури. Теперь о навигационном оборудовании. Это касается спутниковых и радиочастотных устройств. Не забывайте, что во времена Титаника еще не было навороченных смартфонов, поэтому никто не мог заметить, что гаджеты выходят из строя. Однако навигационные приборы и радиотелеграф существовали и активно использовались. Вернемся в средние века, когда моряки заметили, что в некоторые дни компасы вели себя странно. Стрелки начинали беспорядочно вращаться, и никто понятия не имел, почему это происходит. Только в 18 веке французские ученые обнаружили, что такие проблемы возникают одновременно с появлением на Солнце черных пятен. Солнечные вспышки – тайна была разгадана. Так вот, Титаник имел самую современную по тем временам радиоаппаратуру. Ее тщательно протестировали, чтобы убедиться, что она будет работать на расстоянии до 3200 километров. Титаник прошел все проверки. 10 апреля 1912 года огромный лайнер покинул Саундгэмптон и отправился в Нью-Йорк. Уже на следующий день экипаж начал получать первые сообщения о дрейфующих айсбергах и ледяных полях. Члены экипажа расставили точки на карте, чтобы отметить координаты, и вздохнули с облегчением. Все проблемные места находились намного севернее намеченного маршрута Титаника. Но уже через пару дней предупреждения стали смещаться дальше и дальше на юг, постепенно вторгаясь на путь следования величественного корабля. 14 апреля капитан Эдвард Смит решил изменить курс и взять чуть южнее в надежде обойти льды. Это оказалось огромной ошибкой. Корабль попал в эпицентр магнитной бури. Она, вероятно, вывела из строя навигационное оборудование, а ведь даже крошечная неточность в полградуса способна привести корабль прямо к скоплению айсбергов. Но что еще хуже, радисты игнорировали предупреждения, поступавшие из других кораблей, или просто забывали сообщать о них капитану. Они были наемными подрядчиками из радиокомпаний и куда больше заботились о передаче платных телеграмм от пассажиров роскошного лайнера. В тот вечер радиопередатчик все время выходил из строя, вероятно, из-за этих частых сообщений. Когда его, наконец, починили, оператор Джек Филлипс получил еще одно сообщение с пассажирского парохода «Калифорниан» в 22.30. Его оператор пытался предупредить Филлипса о координатах дрейфующих айсбергов, но тот не обратил на послание никакого внимания, он нервничал и торопился. Была ли магнитная буря виновата в его расшатанных нервах и плохом настроении? Об этом можно только догадываться. Но, как вы знаете, некоторые весьма чувствительны к таким вещам. Погода была прекрасной, океан спокоен, вода была гладкой, как стекло. Несмотря на все предупреждения, судно продолжало двигаться с максимальной скоростью – более 40 км в час. И всего через час «Титаник» столкнулся с печально известным айсбергом. 15 апреля, через 14 минут после полуночи, операторы «Титаника» начали передавать первые аварийные сигналы. Пароход «Калифорниан» проходил всего в 32 км от «Титаника» и мог бы легко прийти на помощь. Но за 10 минут до катастрофы радист «Калифорниан» уже лег спать. Он был единственным человеком на всем корабле, кто понимал азбуку Морзе. Согласно новой теории, магнитные аномалии, возможно, блокировали сообщения «Титаника», которые отправлялись другим кораблем. Например, пароход «Ла Провинсе» вообще не получал никаких сигналов с тонущего судна. Одновременно там получали сообщения от другого гиганта – трансатлантического лайнера «Олимпик», который находился в 800 км от «Титаника». В ту ночь радиооборудование вело себя странно. Сигналы просто терялись в пространстве или приходили в виде нерешаемых головоломок. Пассажирский пароход «Маунт Темпл» все же получил сообщение и поспешил на помощь «Титанику». Однако судьба распорядилась так, что спасательный корабль застрял во льдах. Он прибыл в точку последних известных координат «Титаника», но роскошного лайнера нигде не было видно. Так были ли эти координаты хоть сколько-нибудь точны? Пароход «Карпатия» находился примерно в 100 км от места крушения. В половину первого ночи радист сообщил экипажу «Титаника», что помощь уже в пути. Итак, судно «Карпатия», которое прославилось тем, что пришло на помощь, неслось на полных парах. Но вот что странно. Сначала оно направилось не в то место. Магнитная буря могла повредить и его оборудование. К счастью, «Карпатия» все-таки попала в нужное место, и с нее заметили спасательные шлюпки. Полные пассажиров. Интересно, что достигнув Земли, «Карпатия» не испытывала никаких проблем с оборудованием. Барахлило оно только в зоне крушения. Было проведено исследование, по итогам которого радиолюбители обвинили в блокировании сигналов. Но теперь все представляется иначе. Зинькова объясняет, что тогда еще не было точно известно, как и в какой степени Солнце влияет на Землю. Никто и подумать не мог, что Солнце способно испортить навигационное оборудование огромных кораблей. Особенно «Титаника», который в то время был лучшим из лучших. Другая теория утверждает, что даже Луна могла сыграть свою роль в этом крушении. Некоторые исследователи считают, что в январе 1912 года наш естественный спутник находился ближе к Земле, чем обычно. Это вызвало очень сильные приливы и повысило уровень моря. Каждый год в Гренландии откалываются айсберги, которые обычно ложатся в дрейф у побережья Ньюфаундленда. Но в тот год все вышло иначе. Из-за подъема уровня воды их плавание затянулось на три месяца. И в апреле они оказались на пути следования трансатлантических кораблей. Одна из этих ледяных глыб и погубила могучий «Титаник». Луч прожектора пронзает тьму над водами Атлантики. «Титаник» спокойно идет по волнам, а его пассажиры спят. Вдруг в лучах света возникло чудовищное белое очертание. Роковой айсберг вот-вот разорвет борт легендарного корабля. 14 апреля 1912 года. Всего за два дня до этого кто-то сфотографировал гигантский айсберг весьма необычной эллиптической формы. Этот айсберг, скорее всего, образовался из снега, который выпал еще 100 тысяч лет назад. Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы выяснить его происхождение. Они взяли данные за 1912 год, добавили новую информацию о ветрах и океанских течениях и пришли к выводу, что этот айсберг, вероятно, был частью небольшого скопления ледников на юго-западе Гренландии. Сегодня можно рассчитать маршруты таких айсбергов за любое время в прошлом. Итак, печально известный кусок льда направлялся из Гренландии в район, расположенный южнее Корнуола. Если бы корабль прошел там всего через два дня, то айсберг значительно бы сдвинулся с того места, где они встретились. Сначала вес айсберга составлял 75 миллионов тонн. Затем он начал медленно таять. Когда «Титаник» затонул, вес айсберга составлял всего полтора миллиона тонн. К моменту столкновения он таял уже несколько месяцев, но это все равно было настоящее чудовище. Во время удара с «Титаника» айсберг достигал в длину 120 метров, и более 30 метров его поверхности находилось над водой. Некоторые считают, что «Титаник» затонул из-за суперлуния. В ту ночь произошло редкое лунное событие, какого не случалось уже 1400 лет. В нормальных условиях айсберг не продвинулся бы так далеко на юг, не растаяв и не потеряв большую часть своей массы. Но суперлуния могло стать причиной необычно высокого прилива, который оторвал айсберг от ледника намного быстрее обычного. Существует особый тип бактерий, которые медленно поглощают останки «Титаника». Соляная коррозия, океанские течения, низкие температуры плюс эти микроорганизмы могут поглотить все обломки. Американская актриса Дороти Гибсон была на борту «Титаника». Она выжила и когда приехала в Нью-Йорк, почти сразу же приступила к съемкам фильма под названием «Спасшаяся с Титаника». Фильм вышел в прокат всего через месяц после того, как затонул «Титаник». В фильме актриса была одета в ту же одежду и обувь, что и во время катастрофы. Фильм в то время имел большой успех. Но единственная известная копия была уничтожена во время пожара. За 14 лет до гибели «Титаника» была опубликована новелла «Тщетность». Она словно предсказала все эти события. Сюжет рассказывал о вымышленном корабле «Титан», который затонул во время путешествия. Он был почти такого же размера, как и «Титаник». И оба судна пошли ко дну в апреле. И причиной тоже было столкновение с айсбергом. Оба корабля описывались как непотопляемые. И на обоих из них оказалось недостаточное количество спасательных шлюпок. Мы видели это в фильме, но на «Титанике» тоже было несколько настоящих любовных историй. 13 пар даже отправились в путешествие на «Титанике» в свой медовый месяц. Одна из пар владела универмагом Мэйсис в Нью-Йорке. Когда стало ясно, что «Титаник» тонет, женщина отказалась спускаться в спасательную шлюпку без мужа, а тот не хотел уходить с корабля. Пока на борту оставались женщины и дети, которые, по его мнению, должны были идти первыми. Тогда его жена настояла, чтобы ее горничная села в шлюпку вместо них и отдала ей свое пальто, чтобы та не замерзла до прихода помощи. Ну а сама женщина решила остаться со своим мужем до последнего. Некоторые верят, что «Титаник» затонул из-за мумии, а не из-за айсберга. Все началось около тысячного года до нашей эры с таинственной женщиной, которая жила в Египте, в городе Варо. О ней мало что было известно, но ее называли «Жрицей». Ее мумию положили в деревянный саркофаг и накрыли большой крышкой с изображением ее лица и какими-то загадочными надписями. Это место оставалось нетронутым до первой половины девятнадцатого века, когда на него случайно наткнулась группа местных жителей, нарушив его покой. Никто не знает, как, но в тот же день мумия бесследно исчезла. Через несколько десятилетий группа богатых друзей из Англии отправилась в Египет. Они нашли пустой саркофаг мумии с изображением «Жрицы», чьи темные глаза, казалось, смотрели в пустоту и решили его купить. Но покупатель исчез в ту же ночь. А со всеми членами группы произошли разные несчастные случаи. Саркофаг не раз перемещался, пока, как полагают некоторые, он не оказался на «Титанике». Подводной лодке роботу потребовалось более семидесяти лет, чтобы найти останки этого легендарного корабля. Затонувшее судно лежит на глубине четырех километров под поверхностью Атлантики, разломленной на две части. Почему же лайнер развалился? Этого никто не знает. Некоторые считают, что это случилось из-за попавшей внутрь воды во время столкновения с айсбергом. Сильное давление просто расщепило судно на две части, начиная с днища. Другие думают, что виноваты заклепки корпуса, в которых содержалось много шлака или плавильных остатков, что делает металл очень хрупким. У корабля вообще было много недостатков, начиная с дизайна. Водонепроницаемые переборки сверху не были полностью герметичными, что позволило воде заполнить все отсеки и, в конце концов, потопить судно. Металл заклепок и сталь корпуса пришли в некодность из-за высокого содержания серы, низких температур и высоких скоростей. Сталь разлетелась вдребезги, и заклепки просто выскочили. Из-за этого «Титаник» затонул в 24 раза быстрее, чем если бы все было в порядке. Ну и если бы удар айсберга пришелся в носовую часть корабля, а не в борт, то он мог бы остаться на плаву. Почему у членов экипажа не было биноклей? Это уж точно помогло бы им вовремя заметить айсберг и избежать катастрофы. Но бинокли на «Титанике» были заперты в отсеке для хранения. Ключ был только у одного члена экипажа, которого перевели с корабля прямо перед тем, как тот отправился в плавание. Позже мужчина сказал, что просто забыл передать ключ. Но даже без бинокля у экипажа было время, чтобы изменить курс и избежать столкновения, если бы он получил предупреждение. Впрочем, его и правда предупреждали. Где-то за час до катастрофы пароход «Калифорниен», находившийся довольно близко к «Титанику», отправил сообщение о том, что он встал из-за плотного поля льда. Но предупреждение так и не дошло до капитана «Титаника». Некоторые эксперты говорят, что дело было в радисте. Он не понимал всей срочности сообщения. А позже моряки с «Калифорниен» скажут, что не получали зов о помощи из «Титаника», потому что уже их радист отдыхал. Некоторые говорят, что экипаж «Титаника» не смог вовремя заметить айсберг из-за оптической иллюзии. Атмосферные условия той ночи могли вызвать сверхрефракцию, которая замаскировала айсберг. Из-за этого его просто было не видно, пока он не оказался слишком близко к кораблю, и удары уже было не избежать. Между моментом, когда айсберг заметили и столкновением, не прошло и минуты. На это ушло всего 37 секунд. А через 2 часа 40 минут «Титаник» навсегда исчез в водах океана. 12 апреля 2212 года. Знаменательная дата для всего человечества. Прошло ровно 300 лет со дня спуска на воду легендарного «Титаника». Лучшие инженеры мира в течение многих лет работали, сообща, чтобы представить публике свой шедевр — космотаник. Наконец-то они его закончили. Этот невероятный звездолёт стоит в своей гавани под цветом прожекторов, и его фотографируют тысячи восторженных людей. Полёт запланирован на 12 апреля, как и 300 лет назад. Наконец, великий день настал. Пассажиры поднимаются на борт самого великолепного космического корабля современности. Его называют «Несокрушимым». На нём расположены 12 палуб, от третьего класса ближе к низу до самого роскошного первого класса наверху с панорамным видом на космос. Корабль готовится к старту. Двигатели запускаются, начинается последний отсчёт. И вот космотаник уже в небе. Он быстро превращается в пятнышко в небесной синеве, а затем исчезает совсем. Первый день полёта проходит отлично. Корабль стремительно покинул атмосферу Земли, и пассажиры наслаждаются прекрасным видом сине-зелёной планеты на фоне чёрной пустоты космоса. Корабль немного замедляется, выходя на орбиту. Вокруг Земли кружит слишком много разных спутников и космического мусора. Космический корабль должен аккуратно маневрировать вокруг кусков металла, плавающих в невесомости. Один из них летит прямо к кораблю, но попадает под боковые маневровые двигатели и уходит в сторону. Весь мусор благополучно проплывает мимо. Наконец корабль вышел из опасной зоны и вошёл в большую черноту. Он включает задние двигатели для ускорения и направляется к светлой стороне Луны. Это будет первым пунктом обзорной экскурсии. Планета позади корабля постепенно уменьшается, и примерно на полпути к естественному спутнику люди на борту уже могут восхищаться видом Солнца. Огромный шар горячей плазмы выглядит ярче, чем когда-либо в космической тьме. Внезапно капитан корабля объявляет. Все пассажиры приглашаются на прогулочные палубы, чтобы наблюдать, как разворачиваются солнечные батареи. Люди выходят на палубы. Серебристые и чёрные панели медленно выходят из своих защитных щелей, и космотаник, наконец, принимает свою настоящую форму. Когда энергия Солнца начинает поступать в корабль, тяговые двигатели глушатся до минимума. Теперь космический корабль находится в режиме сбора энергии. Чтобы полёт на Марс занял всего несколько дней, ему нужно совершить транзитный прыжок. Ещё через пять часов раздаётся второе объявление. Корабль приближается к Луне, и пассажирам предлагается взглянуть на спутник вблизи. Космотаник проходит на расстоянии всего нескольких тысяч километров, и Луна кажется огромной. На спутнике можно отчётливо разглядеть все кратеры, даже самые маленькие. Вид просто потрясающий. Луна остаётся позади, и огни на корабле цускнеют. В космосе нет естественной смены дня и ночи, поэтому экипаж следит за временем и имитирует её. Следующий день не обещает ничего интересного, так как между Луной и Марсом будет долгий перелёт. Пассажиры разбрелись по своим каютам отдыхать. Следующие два дня проходят без происшествий. На палубах есть множество разных развлечений для гостей, от тренажёрных залов и бассейнов до игровых комнат и танцевальных залов. Люди прогуливаются по палубам, наслаждаясь безмятежным видом космоса. Ничто не предвещает никаких проблем. На четвёртый день капитан наконец объявляет, что через 30 минут космотаник будет готов к транзитному прыжку. Пассажиры чувствуют только лёгкий рывок, когда огромный корабль совершает скачок сквозь пространство-время, входя в окрестности Марса. Многие пассажиры выходят наружу, чтобы посмотреть на Красную планету, которая уже виднеется в тёмной бездне. Путешествие подходит к концу, но посадка запланирована только на позднюю ночь. В 11 часов вечера, когда большинство пассажиров уже находятся в своих постелях, космотаник приступает к завершающим манёврам. Он должен совершить небольшое круговое путешествие над Марсом, потому что порт находится на другой стороне планеты. Некоторые из гостей не могут заснуть и стоят на прогулочной палубе, наблюдая, как Красная Земля медленно проплывает под их ногами в нескольких тысячах километров. Полёт близится к концу. До посадки остаётся всего несколько часов. Корабль находится на орбите на дальней стороне Марса. Всё тихо. Даже слишком тихо. Внезапно весь космотаник сотрясается, выкидывая спящих людей из постели. Мигающие аварийные огни включаются, и все в замешательстве, но от капитана не поступает никаких сообщений. И только те, кто находился на прогулочной палубе правого борта, замечают нечто ужасное. Переднее правое крыло оторвалось, и только что пронеслось мимо них к корме. Прижавшись лицом к стеклу, стараясь разглядеть корпус, у носа корабля они видят огромную пробоину. Космотаник снова содрогается. И из зияющей дыры вылетают куски металла. Корабль стремительно теряет давление. Тем временем отломанное крыло ударилось об корму и оставило в ней ещё одну пробоину. Механизмы в моторном отсеке начинают разваливаться и улетать в открытый космос. Корабль издаёт жуткий звук и зависает в тысячах километрах над Марсом. Наконец капитан объявляет по интеркому, что космотаник неожиданно столкнулся с блуждающим астероидом. Всем пассажирам предлагается пройти на свои палубы для эвакуации. В течение часа все спасательные капсулы заняты и готовы к развертыванию. Но около трети пассажиров всё ещё находятся на борту корабля. Оказывается, многие капсулы взорвались во время столкновения. Кажется, история повторяется. Капитан приказывает развернуть капсулы, и они со свистом вылетают из защитных резервуаров, оставляя позади себя сотни людей. Некоторые остались без своих родных, не зная, какая судьба их ждёт. Капсулы несколько секунд плавают в космосе, а затем включают двигатели тяги и направляются к поверхности Марса. Ещё один приказ капитана — всем спуститься в свои каюты и надеть герметичные скафандры, которые находятся под кроватями. Когда пассажиры одевают скафандры, космотаник начинает рассылать сигналы бедствия на Марс и всем, кто находится поблизости. В ста тысячах километрах отсюда большой торговый корабль «Леония» ловит сигнал и спешит на помощь. Скрипы и страшные звуки на борту космотаника усиливаются. Люди молча сидят в своих каютах. На борту тихо, если не считать звуков корабля, медленно распадающегося на части. А потом внезапно раздаётся громкий щёлчок, и судно начинает разваливаться на две части. Гигантская трещина идёт сверху вниз почти идеально посередине палубы. Герметичное стекло, покрывающее прогулочные палубы, разбивается на миллионы осколков, медленно отлетающих от корабля. Когда палубы разгерметизируются, людей и вещи уносят в открытый космос. К счастью, все пассажиры и экипаж надели свои скафандры, как было приказано. Но у них есть всего около часа, прежде чем у них закончится кислород. Люди помогают друг другу, передвигаясь вместе и перетаскивая застрявших в свои группы. Они едва могут управлять своим передвижением, но каким-то образом им всё же удается внести в этот хаос некоторый порядок. Сбившись в кучу в тёмном пространстве над зловеще красной планетой, они наблюдают, как некогда могучий космотаник превращается в груду космического мусора. Прошло 45 минут. Кислород уже заканчивается, и люди стараются дышать как можно медленнее и осторожнее. Помощи по-прежнему не видно, и они готовятся к худшему. Но тут один из них начинает махать и куда-то показывать. Это яркое пятно, почти не отличающееся от других звёзд в далёком космосе, но с каждой секундой оно становится всё ближе. И через пять минут люди с облегчением видят приближающийся к ним космический корабль. Леония прибыла как раз вовремя, чтобы всех спасти. Быстро, но без суеты, команда Леонии собрала всех, кто плавал в космосе вокруг того, что осталось от космотаника, и приняла их на борт своего корабля. У последнего из выживших кислорода оставалось всего на три минуты. Через несколько часов Леония благополучно приземляется в главном космическом порту Марса. Газеты называли это днём, когда «Титаник» вновь потерпел крушение. До полуночи оставалось два часа. Некоторые из 2200 пассажиров роскошного океанского лайнера всё ещё веселились в красивых залах первого класса. Остальные мирно спали в своих постелях. Кто-то в просторных, украшенных витиеватой резьбой каютов с дорогими картинами, другие – в крошечных коморках ниже уровня моря. Всех этих людей объединяло только одно. В ту холодную апрельскую ночь они направлялись из английского Саут-Гэмптона в Нью-Йорк. Корабль назывался «Титаник», и в то время он считался непотопляемым. В самом начале своего пути лайнер едва не столкнулся с пароходом «Нью-Йорк». К счастью, «Титанику» удалось разменуться с тем судном. Их отделяло друг от друга всего несколько метров. У пассажиров, столпившихся на палубе огромного лайнера, вырвался вздох облегчения. Они даже не подозревали, что их ждёт в ближайшем будущем. Несколько дней спустя, когда корабль уже находился в Северной Атлантике, в 595 километрах от Нью-Фаундленда произошло немыслимое. 14 апреля, незадолго до наступления полуночи, те, кто ещё не спал, были сбиты с ног какой-то таинственной и могучей силой. Пассажиры, которые находились в своих кроватях, были сброшены на пол. Началась суматоха и полная неразбериха. Огромный кусок льда откололся от ледника на юго-западе Гренландии за несколько месяцев до катастрофы. Он состоял из снега, выправшего около 100 тысяч лет назад, когда по планете ещё бродили мамонты. Когда айсберг только начал своё путешествие, он был просто огромен, длиной почти 518 метров и весом 75 миллионов тонн. Но затем он заплыл гораздо дальше на юг, чем это обычно бывает. Прямо в тот район, который должен был пересечь Титаник, на своём пути в Северную Америку. После нескольких месяцев таяния в воде вес айсберга всё ещё оставался впечатляющим – более полутора миллионов тонн. Его верхняя часть возвышалась над водой почти на 30 метров. Но то, что виднелось на поверхности, было лишь крошечной частью гигантского куска льда. Большая часть любого айсберга скрыта под поверхностью, а над водой видно только его 10%. И айсберг, на который напоролся Титаник, не был исключением. В момент столкновения судно уже было обречено. Не в силах изменить курс, лайнер врезался в льдину, в результате чего повреждения получили по меньшей мере пять отсеков корпуса. Они сразу начали заполняться водой, а вслед за ними и соседние отсеки. Но с корабля стал погружаться. Это подняло заднюю часть в воздух почти вертикально, а затем с оглушительным грохотом лайнер разломился пополам. Остальное – уже история. Но что, если наше представление об этой катастрофе не соответствует действительности, и вовсе не айсберг был её причиной? Что, если на самом деле Титаник был подтоплен гигантским морским чудовищем? Глубоко-глубоко под поверхностью, в тусклых, тёмных глубинах океана скрывается огромная тень. Представьте себе гигантское существо, круглое, плоское, из кучи рук, или скорее с мощными щупальцами. Оно похоже на огромного кальмара или осьминога, но гораздо-гораздо больше. Говорят, что оно размером с 10 кораблей или длиной почти 2,5 километра. Ходят слухи, что несчастные моряки иногда принимают морское чудовище за остров, но когда они готовятся ступить на сушу, их затягивает в океан. Да, мы говорим о Кракене, легендарном существе, которого боялись все, кто отправлялся в морское путешествие. Итак, обычно Кракена встречают у берегов Норвегии, Исландии и по пути до самой Гренландии. Кто знает, что завело морского монстра так далеко от дома на этот раз, но воды Северной Атлантики достаточно холодные, существо чувствует себя хорошо и очень любопытно. Кракен замечает «Титаник», и у корабля не остается шансов ускользнуть от его внимания. Сейчас темно, поэтому те, кто находится на океанском лайнере, не замечают первых тревожных звоночков. Вода вокруг корабля начинает пузыриться. Если напрячь слух, можно услышать причудливые булькающие звуки, а если напрячь зрение, получится увидеть тысячи рыб и медуз, всплывающих на поверхность. Они ощущают присутствие чего-то очень большого внизу. Даже если бы кто-то на «Титанике» заметил эту лихорадочную деятельность, ничего бы не изменилось. Огромные размеры и непомерно длинные и сильные щупальца Кракена превращают его в хищника, от которого невозможно убежать. Девятилетний мальчик, стоящий на палубе, ничего не знает о морском чудовище. Он просто наблюдает за бесчисленными маленькими островками, медленно поднимающимися из моря. Ребенок не понимает, в чем дело, но вся кровь в его теле внезапно холодеет. Сотни крошечных рыбок смеют между этими песчаными отмелями, но вскоре они скатываются глубоко под воду по бокам от чего-то огромного. Вдруг над поверхностью появляется несколько острых объектов. Мальчику кажется, что они похожи на рога, и чем выше они поднимаются, тем больше становятся. Вскоре они уже возвышаются над огромным «Титаником», и на их фоне корабль выглядит как маленькая водочка. Эти рога страшные щупальца кракена. Мальчик парализован страхом, но затем он замечает глаз монстра. Он размером со слона. Это заставляет ребенка прийти в себя, закричать и броситься прочь. Крики мальчика привлекают людей. Они собираются вдоль борда корабля, пытаясь понять, что же так напугало парнишку. Наконец, они видят все собственными глазами. Все больше и больше пассажиров и членов экипажа перегибаются через перилы, чтобы рассмотреть происходящее. Они не беспечны, а просто шокированы. Действительно, трудно поверить своим глазам, если они сообщают вам, что ужасное чудовище собирается напасть на корабль, где вы находитесь. К тому же внизу темно, и никто толком не может разглядеть, что это за огромная темная тень там, за бортом. Но следующие несколько минут доказывают, что это не мирочек. Внезапно чудовище поднимает одну из своих гигантских щупалец и протягивает его к судну. Пожалуй, оно длиннее, чем весь корпус лайнера. Женщины начинают кричать и падать в обморок. Мужчины напуганы не меньше. Те, кому удается сохранить ясную голову, хватают детей и бегут в укрытие. Именно тогда первый мощный удар сотрясает судно. Кракену надоело ждать, он готов действовать. Паника охватывает людей на борту Титаника. Бесцельно бегая и крича, они создают хаос, который еще больше интригует чудовище. Монстр привык пребывать в тишине и покое. Обычно он просто лежит глубоко в океане, распластав по дну свои длинные щупальцы или ниво охотится за проплывающей мимо пищей. На поверхность он поднимается только когда воды слишком теплеют или кто-то его беспокоит. Титаник, вероятно, был слишком большим и шумным и пробудил чудовище от обычной дремоты. В общем, монстр выныривает на поверхность и видит большую блестящую лодку. Ух ты! Да эта необычная штуковина выглядит просто завораживающе. Он протягивает одну из своих щупалец, чтобы ее потрогать. Материал твердый, и чудовище задумывается. Интересно, сломается ли эта вещь, если ее как следует сжать? Не тратя времени понапрасну, Кракен обхватывает корабль несколькими щупальцами и пытается его раздавить. Крошечные существа, суетящиеся, выпадающие за борт и издающие истошные пронзительные звуки, начинают раздражать Кракена. Он злится! Разжав щупальца, монстр кружит рядом с Титаником, готовясь к следующей атаке. На этот раз он наносит гораздо более сильный удар. Он сгибает металл, будто это бумага. Еще несколько движений щупальцами, и корабль начинает наполняться водой. Кракен отступает, словно наслаждаясь результатом своих трудов. Но затем он замечает, что корабль пытается набрать ход, чтобы оторваться, отплыв от него как можно дальше. Люди на борту Титаника выдыхаются облегчением. Чудовище нигде не видно. Они просто не в курсе, что Кракен никогда не выпускает игрушки из своих щупалец. Корабль начинает замедляться. Его задняя часть плавно поднимается вверх, а передняя опускается в воду. Все пассажиры и члены экипажа падают на палубу. Большинство из них слишком напугано, чтобы издать хоть какой-то звук. Вот почему все происходит в почти полной жуткой тишине. Наконец, под собственным весом корабль разламывается на две части. Страшный грохот отпугивает даже Кракена, который ныряет обратно в океан. Из-за чего в этом месте возникает огромный водоворот. Он затягивает все, что осталось от Титаника в темные глубины океана. А знаете, что самое грустное? То, что Кракену нет никакого дела до людей, попадавших в воду. Его вполне устраивает привычное меню из рыбы, и более крупная добыча его не интересует. Вот так любопытство чудовища утягивает на дно огромной корабль. Остается ли у величественного лайнера хоть какой-то шанс на спасение? Ну, вы уже знаете ответ. Вы садитесь на кровать, опускаете ноги на пол и чувствуете холодную воду. Вы быстро выбегаете из кают и оказываетесь в длинном коридоре. Воды уже по колено. Люди надевают спасательные жилеты и бегут к лестнице. Вы бежите за ними и оказываетесь в полном хаосе. Вода просто повсюду. И какая-то женщина поскальзывается на лестнице и падает. Вы ловите ее на лету. Со всех сторон вас толкают. Все пытаются подняться по лестнице. Позади вас воды становится еще больше. Каюта, которую вы только что покинули, уже полностью затоплена. Еще несколько секунд, и уровень воды поднимется выше вашей головы. К счастью, всем удается выбраться. Верхняя палуба разламывается, и огромный корабль начинает крениться на бок. Треск ломающегося дерева. Скрежет железо, и крики людей смешиваются с музыкой, которую исполняют на скрипках несколько музыкантов. Вы направляетесь к спасательным шлюпкам и чувствуете себя так, будто взбираетесь на гро. Свободных спасательных шлюпок уже нет, но вам удается найти спасательный жилет. Вся носовая часть корабля ушла под воду. Вы находитесь на самом краю кормы и решаете прыгнуть. Вы ждете, пока корабль погрузится глубже в воду, чтобы сократить расстояние между вами и поверхностью океана. Наконец, вы прыгаете и оказываетесь в ледяной воде. За бортом минус 2 градуса Цельсия. Этого недостаточно, чтобы заморозить океан, но вполне хватит, чтобы любую дорожную лужу превратить в лед. Дышать из-за холода очень трудно. На ваших глазах тонет один из самых величественных и непотопляемых кораблей в истории. Через полтора часа прибудет другой лайнер и спасет всех выживших. А до этого времени нужно как-то справляться с этой ситуацией. 90 минут в ледяных водах Атлантического океана среди хаоса, криков и отчаяния. Только одно может быть еще хуже. Акулы. Все знают историю Титаника, но что, если бы выжившие вдруг заметили среди обломков акульи плавники? Теоретически такое вполне могло произойти. Сценарий первый. Шум крушения и вибрации в воде могли привлечь белых акул. Они действительно обитают в холодных водах Атлантического океана, где произошла эта катастрофа, и являются одними из самых опасных хищников на планете. Они большие, быстрые, сильные, а в их пасте имеется несколько рядов острых, как лезвия зазубренных зубов. И вот вы замечаете несколько торчащих из воды треугольных плавников. Они быстро окружают вас и других людей. Вы хватаетесь за проплывающий мимо вас кусок деревянной обшивки, оставшийся от корабля, чтобы на него взобраться. Холодная температура сковывает ваши движения, и ваши руки соскальзывают. Звуки катастрофы привлекли акулы, одна из хищниц, которая долго плавала кругами, теперь направляется прямо к вам. Страх отключает мозг, и на помощь приходят инстинкты. Изо всех сил и как можно быстрее вы стараетесь уплыть от акулы. Конечно, это довольно бесполезно. Убегать от акулы в воде, но вы все равно пытаетесь. Через несколько секунд вы чувствуете, как ваш каблук ударяется о нос акулы. Другая нога входит в ее зубастую пасть. Вы кричите, чувствуя острые зубы на своей ноге, и закрываете глаза, но ничего не происходит. Через секунду акула вас отпускает. Белые акулы редко нападают на людей, и если они и кусаются, то только потому, что хотят просто вас проверить. Дело в том, что любимая еда акул – тюлени. После легкого укуса акула понимает, что вы не тюлень, и просто теряет к вам интерес. Но если акула голодна, то ей будет все равно, что вы за существо. У тех выживших, кто находится в безопасности в лодке, нет причин для страха. На них акулы не нападают. Хищник может лишь немного потолкать лодку, но только для того, чтобы выяснить, что это. Но если на борту есть холодильник со свежими стейками, и кто-то решит скормить их акулам, тогда начнутся проблемы. Хищники будут таранить лодку до тех пор, пока стейки не упадут в воду. Итак, акула уплывает, а вас подбирает одна из спасательных шлюпок. Вы в безопасности. Скоро прибудет еще один лайнер, и вы окажетесь в теплом и уютном месте. Сценарий второй. Если бы вода в этом месте была теплее, то выжившие из Титаника могли бы столкнуться с тупорылыми акулами. Вы прыгаете в воду с тонущего корабля. Вода не такая холодная, и вы легко можете доплыть до ближайшей плавающей двери. Но вдруг вы замечаете высокий треугольный плавник с темным кончиком. В отличие от белых, эти акулы не такие быстрые. Они кажутся ленивыми и медлительными, как будто вы их не интересуете. Но вам все равно нужно как можно быстрее забраться на дверь. Тупорылые акулы – одни из самых агрессивных в мире. Они намеренно создают иллюзию медлительности, чтобы их жертва расслабилась. В нужный момент они становятся очень проворными и быстрыми. Своё название они получили из-за коротких приплюснутых морд, как у быков. И они очень сильные. Эти хищники предпочитают таранить добычу или других акул своими головами. Как только вы взбираетесь на дверь, в неё врезается тупорылая акула, и вы падаете в воду. К счастью, поблизости находится спасательная шлюпка, и вас подбирают. Несколько акул начинают со всех сторон таранить вашу лодку. Это довольно страшно, но совместными усилиями вы удерживаете лодку на плаву. Вскоре прибывает ещё один лайнер и отпугивает хищников своим громким сигналом и рёвом двигателя. К счастью, этот неприятный сценарий невозможен. Бычьи акулы обитают только в тёплых водах океана. Но чаще всего их можно встретить в пресных источниках, устьях, рек и на мелководье. Вот почему их так часто видят возле пляжей. Так что желательно всегда выяснять о местах, где вы собираетесь плавать, прежде чем туда нырять. Третий и наиболее вероятный сценарий – вы прыгаете в воду. Там очень холодно, и от этого двигаться очень трудно. Ваш спасательный жилет отлично удерживает вас на поверхности. Огни тонущего Титаника немного освещают воду, и в зияющей чёрной глубине вы замечаете то, что выглядит как большая каменная глыба. Рядом с вами проплывает древняя рыба, самая величественная акула в мире – гренландская полярная акула. Они плавают даже в арктических водах, поэтому им не страшны холодные температуры Северной Атлантики. Этот огромный хищник больше машины. Каждый год его длина увеличивается на один сантиметр. Вам очень повезло увидеть эту акулу, так как она одна из самых редких в мире. К счастью, у неё покладистый характер, и она на вас не нападает. Акул могла привлечь огромная плавающая в воде кухня Титаника. Они медлительные, довольно мирные и находятся в преклонном возрасте. Гренландские полярные акулы могут легко доживать до 400 лет. Они считаются взрослыми через 150 лет после рождения. А акула, на которую вы смотрите сейчас, в своём 1912 году. Возможно, была свидетелем золотого века пиратов с саблями, попугаями и повязками на глазах. И вполне возможно, что эта самая акула, которая видела катастрофу Титаника, всё ещё жива в 2021 году. И медленно бороздит холодные воды Атлантического океана. Во всех этих сценариях вам, как правило, везло. Но если в воде на вас нападёт акула, а лодки поблизости не окажется, то у вас всё равно будет шанс выжить. Главное — не паниковать. Не брызгайтесь и не делайте резких движений, чтобы не разозлить акулу. На вас надет спасательный жилет, так что для того, чтобы удерживаться на плаву, двигаться не нужно. Не спешите уплывать от акулы, иначе она точно решит, что вы её добыча. Акула будет плавать вокруг вас кругами, так что не теряйте её из виду. Можно медленно плыть к лодке или деревянным доскам. В общем, ко всему, на что можно взобраться. Если вы находитесь недалеко от берега, то медленно плывите в его направлении, пока не достигнете мелководья. После этого вам нужно быстро убегать. Но будьте осторожны, ведь акула может вытащить вас и оттуда. Так что ни на секунду не спускайте с неё глаз. Если акула всё же на вас нападёт, то тут придётся бороться. Слабыми местами акулы являются её глаза и жабры. Цельтесь в них кулаками и ногами. Титаник в начале своего рокового путешествия весил примерно 52 тысячи тонн. Но как этот гигант вообще оказался на воде? Шаг первый. Найдите несколько тонн мыла и животного жира. Шаг второй. Нанесите всё это на рампу перед Титаником. Рабочие также смазали всю внешнюю поверхность корабля, чтобы исключить царапины, вмятины и другие повреждения корпуса. В итоге Титаник спокойно опустился в воду, а рабочие и владельцы судна вздохнули с облегчением. По крайней мере, эта часть обошлась без происшествий. Во время постройки Асуанской плотины в Египте для нового искусственного озера расчистили огромную территорию. Почти ста тысячам человек пришлось покинуть свои дома, но это была лёгкая часть. Инженерам также нужно было переместить два огромных древнеегипетских храма, чтобы они не остались под водой навсегда. Задачу пытались решить тысячи инженеров и строителей. Храмы были построены внутри горы, поэтому сначала пришлось их вырыть при помощи бульдозеров и отбойных молотков. Затем постройки разобрали на части, словно гигантский конструктор лего. Статуи, крыши, стены, скульптуры. Получился интересный набор. В процессе храмы разрезали на небольшие кусочки, всего больше тысячи штук. Каждый из них весил как три слона. Так где же храмы собрали заново? На вершине той же самой горы, на высоте 61 метра. Потребовалось пять лет и около 300 миллионов долларов в пересчете на современные деньги. Думаю, это впечатлило бы даже фараона. Если вы хотите пить, вы просто берете стакан воды, верно? Но откуда взялась эта вода? В Саудовской Аравии ее получают из моря. Нужно всего-то избавиться от соли. Проще простого. Однако потребуется испарительная установка. Эта машина снабжает 300 тысяч человек пресной водой. Удобно, когда вокруг пустыни. Испарительная установка весит 5000 тонн. Это вес примерно 10 баскетбольных площадок. Для ее транспортировки из Вьетнама в Саудовскую Аравию наняли специальное судно. Но и оно оказалось слишком маленьким. Корабль немного увеличили, и он успешно совершил кроссконтинентальное путешествие, а установка, наконец, оказалась на Ближнем Востоке. Дальше было проще. Потребовалось всего лишь 30 тягачей. Впечатляет. Но самый крупный предмет, который когда-либо перевозили на Земле, намного больше. Добро пожаловать на норвежскую газодобывающую платформу Тролль А. Она весит больше Титаника и намного выше, чем Эмпайр Стейтбилдинг. Но инженеров это не смутило. Хотя им пришлось отбуксировать эту штуку почти за 200 километров от берега. Десять мощных судов тащили платформу в течение недели. Конструкция стоила 1 миллиард долларов, поэтому следовало быть осторожнее. В процессе лодки тянули платформу в разные стороны для равновесия и медленно уходили в море. Доставив на место четыре мощные опоры, их зафиксировали бетоном. Примерно такое же количество потребовалось бы для постройки 200 тысяч домов. В этой части моря погода бывает непредсказуемой. Потому нужно было убедиться, что платформа не сдвинется с места. Природный газ способен воспламениться даже в открытом море. Когда приходится переезжать из города, осознаешь, насколько привык к своему дому, огромной кухне, уютному камину. Так в чем же проблема? Возьмите дом с собой. Примерно 500 лет назад итальянский архитектор строил здание для администрации города, но на его пути оказалась колокольня местной церкви. Было принято прекрасное решение – взять и переставить башню. Архитектор соорудил вокруг башни деревянный каркас и передвинул ее, используя веревки, блоки и труд множества людей. С тех пор люди передвинули массу зданий. Однако из общей массы выделяется один китайский проект. В 2004 году инженеры переместили здание Фуганг примерно на 37 метров. Это была самая тяжелая постройка из всех существующих в мире, но работу выполнили всего за 11 дней. Строители работали днем и ночью, чтобы ускорить процесс. 10 тысяч лет назад на Гренландию упал метеорит. Он стал единственным источником железа для местных жителей, которые отламывали от него кусочки, чтобы изготовить ножи, гарпуны, наконечники стрел и даже украшения. Вот так удача! Со временем местные жители раскололи метеорит, получивший название «Мисс Йорк» на несколько частей. Исследователь Арктики Роберт Пири задумал привезти самый большой кусок в США. Как сдвинуть 30 тонн космической породы без грузовиков и ровных дорог? Когда на дворе 1897 год и стоит мороз, потребовалось три года. Но Пири это сделал. Для этого он построил железную дорогу со специальной платформой, позволившей довести метеорит к ближайшему берегу. Это была первая и последняя железная дорога в Гренландии. Пири продал метеорит за 40 тысяч долларов. Сегодня эта сумма составила бы примерно миллион. В 2012 году художник Майкл Хейзер водрузил валун весом 340 тонн над входом в Музей искусств округа Лос-Анджелес. Монумент назвали «левитирующей массой». Установить его было просто. Доставить не очень. Пришлось использовать 88-метровый прицеп и шесть грузовиков. Они передвигались только ночью, проехав 160 километров через 22 города. Ну а безумнее всего, что в итоге проект обошелся в 10 миллионов долларов. Шведский корабль ВАЗа, построенный около 400 лет назад, был настоящим шедевром. Люди были поражены его размерами, декором и золотыми скульптурами. Он затонул во время первого выхода в море. Причина – пары фетра. Упс. И вот около 80 лет назад его решили поднять со дна. Первоначально его хотели заполнить шариками для пинг-понга и заморозить в глыбе льда. Но вместо этого вокруг корабля обвязали веревки и с помощью 18 подъемников передвинули на мелководье, протащив прямо по морскому дну. Затем тащить его стало проще. Корпус состоял в основном из дерева. Металла было немного. Корабль довольно хорошо сохранился в холодной морской воде и даже мог плыть. Шаттл «Индевор» совершил 25 полетов в космос, но в 2012 году НАСА решило, что ему пора на покой. Его домом должен был стать Калифорнийский научный центр. Огромный шаттл погрузили на платформы и провезли через Лос-Анджелес на удивительной скорости – целых 3 км в час. Это был первый и, возможно, последний раз, когда космический корабль провозили через большой город. Для этого пришлось как следует расчистить путь. Была устранена масса предметов, мешавших операции – опоры освещения, светофоры, линии электропередач и более 400 деревьев. Не волнуйтесь, было собрано достаточно денег, чтобы посадить более 800 новых деревьев. Статуя Свободы была построена не в США. Ее отлили во Франции. Потребовалось 9 лет тяжелой работы, огромное количество меди и железа, чтобы подарить статую Соединенным Штатам в знак дружбы. Отправка почтой потребовала бы слишком много пузырьковой пленки, поэтому статую решили послать по морю. Монумент разделили на 350 частей, погрузили в ящики и отправили в Нью-Йорк. У рабочих ушло 4 месяца на то, чтобы собрать все обратно. Полагаю, это был тяжкий труд. Встречайте, Бэджи-288. Самоходный экскаватор и крупнейший наземный транспорт на планете. Этот монстр может перелопатить тысячи тонн земли в день. Когда он заканчивает работу в одном карьере, его перевозят в другой. Разбирать машину и собирать заново было бы нелепо. Поэтому Бэджи едет своим ходом. Это занимает примерно три недели. Экскаватор преодолевает меньше километра в час. Чтобы он ничего не разрушил, инженеры двигаются впереди, высаживая траву и покрывая дороги гравием и землей. Итак, сейчас вы идете по улице во Франции. Рядом с вами кафе, возможно, хорошая пекарня. И самая большая в мире газовая турбина. Хэриет. Зачем нужна Хэриет? Она обеспечивает светом более 700 тысяч домов во Франции. Эта громадная турбина весит как два реактивных лайнера. Но она успела побывать во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах. Великая пирамида в Гизе в Египте состоит из более чем двух миллионов огромных каменных блоков. Ни прицепов, ни тягачей у строителей не было. Лишь старая добрая физическая сила. Каждый блок весит более двух с половиной тонн. То есть в 30 раз больше меня. У парней даже не было доступа к прочным металлам, вроде железа или стали. В основном они использовали дерево и каменные молотки. Это случилось в начале 1912 года. Гигантский кусок льда откололся от ледника на юго-западе Гренландии. Лед сформировался из снега, который выпал примерно за 100 тысяч лет до этого события. В то время по нашей планете еще бродили мамонты. Итак, айсберг начал свое путешествие. Он был просто огромен, более 500 метров в длину и весом около 75 миллионов тонн. И это был, так сказать, миролюбивый кусок льда. Он держался подальше от кораблей и оживленных транспортных путей. Не то чтобы их было много в том месте, где родился айсберг. Потом он каким-то образом уплыл гораздо дальше на юг, чем другие айсберги. Нашему айсбергу повезло, другие тают задолго до того, как попадают в эти широты. Из 15-30 тысяч айсбергов, которые откалываются от ледников Гренландии, только 1% добирается до Атлантики. Вот почему так удивительно, что в апреле 1912 года наш айсберг-путешественник находился уже более чем в 2400 километрах от полярного круга. Даже после таяния в воде в течение нескольких месяцев. Эта глыба льда все еще весила полтора миллиона тонн. Это почти в два раза тяжелее, чем мост Золотые ворота. Верхушка айсберга возвышалась над поверхностью океана более чем на 30 метров. И все же, если бы вы заметили, что эта штука плавает рядом с вашим океанским лайнером, она показалась бы безобидной, но только на первый взгляд. Просто маленький кусок гигантской ледяной горы. Большая часть любого айсберга скрыта под поверхностью, а над водой обычно видно лишь 10% его объема. И айсберг, о котором мы говорим, не был исключением. За несколько дней до того, как наш айсберг достиг Атлантического океана, из порта отчалил великолепный корабль. Это был роскошный проход, перевозивший более 3000 пассажиров и членов экипажа. В то время это был самый большой корабль из всех когда-либо построенных. Лайнер назывался «Титаник», и он считался непотопляемым. В самом начале путешествия он чуть не столкнулся с пароходом «Нью-Йорк». К счастью, «Титанику» удалось разминуться с этим судном и пройти от него на расстоянии меньше метра. Люди, столпившиеся на палубах лайнера, дружно вздохнули с облегчением. Они не подозревали, что ожидало их в ближайшем будущем. Тем временем айсберг приближался к району, который «Титаник» собирался пересечь по пути в Нью-Йорк. Это случилось 14 апреля, когда корабль находился в Северной Атлантике, в 600 километрах от Нью-Фауленда. Примерно за 20 минут до полуночи люди на борту «Титаника», которые еще не спали, повалились на палубы от удара какой-то таинственной и могущественной силы. Тех, кто уже лег спать, швырнуло на пол, и пассажиры и члены экипажа кричали в панике и смятении. За несколько минут до того, как началась суматоха, прямо перед кораблем появился айсберг. Это был наш блуждающий знакомый. Почему экипаж не заметил его раньше? Причин могло быть несколько. О них мы поговорим чуть позже. В любом случае, как только лайнер столкнулся с огромной глыбой льда, он был обречен. Корабль не мог изменить курс или сбросить обороты, и у него срезало по меньшей мере пять переборок корпуса, что нарушило герметичность нижних отсеков. Спугающей быстротой они начали заполняться водой. Отсеки «Титаника» не были заделаны сверху. Вот почему вода просто заполнила их один за другим. Передняя часть корабля начала тонуть, в результате чего задняя часть поднялась вертикально в воздух, а потом с оглушительным ревом лайнер разломился пополам. Остальное уже история. Но мало кто знает, что случилось с айсбергом после того, как в него врезался корабль. Это возвращает нас к вопросу о том, почему никто не заметил плавучую ледяную гору, пока не стало слишком поздно. Давайте проследим события того рокового дня. Примерно в 18 часов капитан Смит наконец решает изменить курс «Титаника». Весь день он получал предупреждение об айсбергах. Корабль начинает смещаться на юг, но его скорость остается прежней. В 19.40 другой корабль сообщает «Титанику» об огромном ледяном поле, заполненном айсбергами. К сожалению, это сообщение так и не доходит до капитанского мостика. В 23 часа с «Титаником» связывается еще один проход. Его экипаж сообщает, что лед окружил корабль и вынудил его остановиться. Это сообщение также остается без внимания. К тому моменту большинство пассажиров роскошного лайнера расходятся по своим каютам. В 23.35 моряки на наблюдательном посту «Титаника» замечают айсберг. Они звонят в колокол три раза. Это означает, что прямо по курсу что-то есть. Затем они звонят на капитанский мостик. Двигатели отключаются, а двери, предположительно водонепроницаемых отсеков, закрываются. Всего через пять минут огромный лайнер правым бортом сталкивается с айсбергом. Почтовое отделение наполняется водой. Вскоре начинают поступать отчеты о повреждениях. Они звучат не слишком обнадеживающе. По меньшей мере еще пять отсеков затоплены. Становится ясно, что у «Титаника» есть всего несколько часов, прежде чем он пойдет ко дну. Ночь была исключительно спокойной, без лунного света, без ветра и волны. Поскольку волны не разбивались об айсберг, его было очень трудно разглядеть. Однако есть теория, что ледяная глыба, потопившая «Титаник», на самом деле была так называемым «черным айсбергом». Если вы захотите нарисовать айсберг, вы, скорее всего, изобразите торчащий из воды белый кусок льда, покрытый снегом. Но те, кто побывал в Антарктиде, знают, что айсберги бывают всевозможных оттенков. Они могут быть разноцветными, узорчатыми или вообще полосатыми, как конфеты. А еще айсберги могут быть черными. Есть два способа образования льда такого необычного цвета. Во-первых, лед может быть чрезвычайно чистым, без пузырьков воздуха или трещин. В этом случае нет ничего, что могло бы рассеивать свет. Айсберг поглощает его и выглядит черным. Во-вторых, извергающийся вулкан может покрыть ледник вулканическим пеплом. Тогда лед, который отколется от этого ледника, тоже будет темного цвета. Эксперты не знают причины, по которой погубивший «Титаник» айсберг мог быть или казаться темным. Известно только, что один из матросов на наблюдательном посту засвидетельствовал, что лед был черным. А другой назвал его серым или темно-серым. В так называемых черных айсбергах нет ничего жуткого или таинственного. Это айсберги, которые перевернулись после того, как их верхняя часть растаяла и изменилось распределение массы. Если их нижняя часть достаточно гладкая, чтобы поглощать свет, они выглядят темными. Кроме того, они обычно не подвергаются воздействию воздуха достаточно долго для того, чтобы покрыться инеем. Но допустим, что эта теория ошибочна, и айсберг на самом деле не был черным. И все же единственная причина, по которой мы видим вещи, заключается в том, что от них отражается свет. Чем меньше света, тем меньше вероятность того, что мы что-то заметим. Поверхность океана всегда отражает лунный и звездный свет. Но почти вертикальный айсберг неправильной формы справляется с этим гораздо хуже. Вот почему он может казаться практически черным на фоне мерцающей водной глади. Ночью обнаружить айсберг без радара довольно трудно. Как бы то ни было, наш айсберг вовремя не заметили. Титаник в него врезался и затонул. Конец истории? Очевидно, нет. 15 апреля немецкий океанский лайнер «Принц Адальберт» шел через Северную Атлантику. Он находился всего в нескольких километрах от того места, где несколько часов назад затонул «Титаник». Главный стюарт немецкого корабля, еще не слышавший о катастрофе, увидел айсберг. Внимание мужчины привлекла полоса красной краски, идущая вдоль основания айсберга. Стюарт поспешил это сфотографировать. Он предположил, что краска означает, что какой-то корабль столкнулся с айсбергом в течение последних 12 часов. Следующим человеком, увидевшим печально известный кусок льда и сфотографировавшим его, был капитан судна, которое прокладывало глубоководные телекоммуникационные кабели. На помощь в район, где затонул «Титаник», был послан корабль. Позже капитан заявил, что айсберг, который он видел, был единственным в этом районе. Плюс красная краска. Выводы напрашивались сами собой. В 2015 году одна из этих фотографий была продана на аукционе более чем за 32 тысячи долларов. И все же эксперты не уверены, что на снимке изображена та самая глыба льда. Это мог быть любой абсолютно невинный айсберг, который просто проплывал поблизости. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года непотопляемый корабль столкнулся с айсбергом и затонул. И это было невероятно страшно. Только представьте, как огромный круизный лайнер, в несколько раз превышающий размеры Статуи Свободы, врезается в кусок льда и тонет. Там темно и холодно. Повсюду грохот, скрежет металла и треск дерева. А вокруг лишь ледяные воды бескрайнего Атлантического океана. Связи с внешним миром почти нет. Ни телефона, ни интернета тогда не было. И никто на планете не знал, что корабль тонет. Это настоящий кошмар. Люди, находившиеся на Титанике в ту роковую ночь, ничего не боялись. Они были спокойны, лишь немного встревожены, но на их лицах не было страха. Чтобы понять, почему они не испугались во время одной из крупнейших катастроф 20 века, нужно взглянуть на происходящее их глазами. Итак, вы пассажир печально известного океанского лайнера. Ваша каюта находится на одной из верхних палуб корабля. Вы только что отлично провели время за ужином с друзьями. Музыканты что-то играют, официанты подают десерт. Вы выходите на палубу и наслаждаетесь спокойствием океана. Вас окутывает чувство безопасности, комфорта и гордости за то, что вы – один из первых путешествующих на самом технологичном корабле в мире. Вы ложитесь спать и просыпаетесь от того, что член экипажа осторожно стучит в вашу дверь и просит выйти на палубу. Что-то случилось, но причин для паники нет. Вы будете счастливы выйти и взглянуть на ночное небо. Момент, когда корабль столкнулся с айсбергом, показался не более чем легким толчком, а некоторые его даже не услышали. Они узнали об этом только когда к ним начали стучать стюарды с просьбой выйти. Итак, вы на палубе. Здесь уже довольно людно. Все более или менее спокойны. Пассажиры обсуждают, что же могло произойти. Прислушиваясь к разговорам, вы догадываетесь, что корабль якобы тонет. Это кажется вам чепухой. Но даже если это и правда, пассажиров все равно эвакуируют в спасательных шлюпках. Тогда еще никто не знал, что шлюпок вдвое меньше, чем нужно. Пассажиры были уверены, что все будут спасены. Начинается эвакуация. Женщины и дети пошли первыми. Никто не паникует и не пытается сесть в лодку без очереди. Мужчины ведут себя как джентльмены и помогают членам экипажа эвакуировать женщин. Один пассажир хочет сесть в лодку вместе со своей женой. Но и не потому, что он боится остаться на Титанике. Он просто за нее беспокоится. Ему кажется, что в лодке не так безопасно, как на лайнере, и он не хочет оставлять жену одну. Но члены экипажа объясняют ему ситуацию, и мужчина отступает. В воздух запускают сигнальные ракеты. Никто не обращает на это никакого внимания. Все думают, это обычная процедура при поломке корабля. Если бы на борту были опытные путешественники, они бы поняли, что сигнальные ракеты означают, что корабль терпит бедствие. Возможно, тогда началась бы паника. Но многие этого даже не заметили. Шлюпки спускаются одна за другой. Люди наблюдают за эвакуацией, терпеливо ожидая своей очереди без толкотни и давки. Действия экипажа помогают пассажирам сохранять спокойствие. Они намеренно преуменьшают серьезность ситуации, чтобы избежать паники. Кто-то говорит, что лодки просто мера предосторожности. Кто-то сообщил, что к Титанику идет спасательное судно, и оно уже совсем рядом. Некоторые пассажиры говорят, что видят огни другого корабля. Люди, которые уже сидят в лодках, хотят держаться поближе к Титанику, так они чувствуют себя в большей безопасности. Многие просто не верят, что происходит что-то серьезное. Даже когда им говорят, что судно тонет, они отказываются это признавать. Как непотопляемый корабль может тонуть? Но так уж устроен человеческий разум. В экстремальных ситуациях он отказывается верить в то, что происходит что-то плохое. Даже думать об этом не хочется. Одна из пассажирок говорит, что ей кажется, что опасность преувеличена, и утверждает, что совсем скоро все вернутся обратно на Титаник. Некоторые боятся, и все же они не хотят покидать корабль. Здесь теплые каюты. Это самый безопасный лайнер в мире. И ледяной океан с маленькими шлюпками кажется им плохой альтернативой. Кто-то отказывается покидать корабль, потому что не может найти багаж. А другие берут с собой все свои вещи. Они не хотят оставлять их на тонущем корабле. На борту много иммигрантов. Некоторые из них даже не понимают по-английски. Члены экипажа не могут им объяснить, что происходит. Эти пассажиры неправильно понимают инструкции стюардов во время эвакуации и не могут разобрать надписи на знаках. Многие уверены, что в моторном отсеке произошла какая-то поломка. Проблема скоро будет решена, и путешествие продолжится. Люди начинают понимать, что корабль тонет только когда он наклоняется вперед, а его задняя часть поднимается над водой. Вот тогда-то и начинается паника. Одни прыгают в воду, другие пытаются занять место в спасательных шлюпках без очереди. Но в целом нет никакого хаоса или истерики. И это несмотря на то, что на корабле находятся около полутора тысяч человек. Некоторые даже не стали выходить из своих кают. Они отказались оставлять свои вещи и не верили, что произошло что-то серьезное. Во время эвакуации играет оркестр. Он помогает сохранять хладнокровие. Люди слышат музыку, и им кажется, что все будет хорошо. Музыка продолжает звучать на «Титанике» почти до самого конца. Примерно в 2.05 утра экипаж спускает последнюю лодку с пассажирами. А через 15 минут корабль уходит под воду. Даже после трагедии выжившие пассажиры не могут толком понять, что же случилось. Они помнят, как садились в лодке и отплывали от огромного судна. И они не забудут, как он ушел под воду. И даже спустя некоторое время они все еще не могут осознать, какую ужасную катастрофу только что пережили. Вскоре после гибели «Титаника» многие выпускали книги о трагедии и снимали фильмы. Новость о крушении корабля появилась во всех газетах и распространилась по всему миру. В любом описании тот день выглядит, как ужасная катастрофа. Но те, кто был там, признают, что почти не ощущали страха. Они просто не могли поверить в то, что происходило. Трагедия «Титаника» кажется более ужасной для тех, кто лишь слышал о ней, чем для тех, кто действительно ее пережил. После этой катастрофы многие стали отказываться от поездок на больших лайнерах. Они боялись повторения той катастрофы. Зато пассажиры, выжившие на «Титанике», продолжали путешествовать и на других кораблях. Одна женщина пережила три кораблекрушения, включая «Титаник», но по-прежнему выбирала этот вид транспорта. А что, если поднять «Титаник» с морского дна? Это произошло через много лет после кораблекрушения. Но компания стоимостью 5 миллионов долларов провалилась. К части затонувшего корабля прикрепили нейлоновые тросы. Другие их концы прикрепили к дизельным двигателям. Для этого использовалась небольшая подводная лодка. При подъеме обломка «Титаник» весом в 21 тонну один из тросов порвался, а затем один за другим начали рваться и другие. Огромный кусок корабля упал обратно на морское дно. К тому времени у участников спасательной операции закончились запасы продовольствия. И так как до берега было довольно далеко, они решили больше не пытаться. Джон с тоской наблюдал за судном, от которого его медленно уносило на какой-то деревяшке в ледяных водах Атлантики. Он жил и работал на огромном корабле, пока тот не разломился пополам с таким грохотом, словно это был удар молнии. Джон был подавлен и ошеломлен. И ему казалось, что только он знает мрачную правду о гибели непотопляемого «Титаника». Пять дней назад, когда «Титаник» отправлялся в свой первый рейс, Джон усердно работал вместе со своими товарищами в угольном бункере, запасая уголь для могучей топки. Команда собрала столько угля, сколько Джон еще не видел ни на каком другом корабле. Но это был «Титаник» — самый грандиозный корабль, когда-либо бороздивший моря. Так что угля не могло быть слишком много. Когда судно покинуло Белфаст и направилось в сторону Саут-Гемптона, под палубой раздался грохот, который остался незамеченным. Топка ревела, турбины вращались, быстро толкая «Титаник». Команда ликовала, когда судно двигалось вперед, не обращая внимания на тревожный шум. В Саут-Гемптоне среди сотен других пассажиров на борт поднялся Грег. Он провел в море 13 лет и на шести предыдущих кораблях занимал должность квартирмейстера. Он был готов к новому испытанию на борту величайшего из когда-либо созданных судов и с нетерпением ожидал следующего витка карьеры. У Грега был большой опыт, особенно в плавании по Арктике. Он отлично знал воды вокруг Северного полюса и стал главным дозорным во время пересечения опасной аллеи айсбергов. Да, у Грега были опасения по поводу путешествия. Орбита Земли была близка к Солнцу и Луне, что вызывало высокие приливы. Айсберги становились более объемными, и их несло как раз в сторону маршрута Титаника, пролегавшего в Нью-Йорк. Оценив смотровую вышку и проверив снаряжение, Грег не обнаружил бинокля. Это его обеспокоило, но матросы лишь посмеялись. «Если на палубе не хватит кубиков льда, мы обязательно заберемся на айсберг, чтобы пополнить запасы», – пошутил один матрос. Грег не разделял всеобщего веселья. Он попытался отыскать бинокль, наличие которого было обязательным на корабле. К сожалению, офицера, у которого были ключи от шкафа с биноклем, уволили в последнюю минуту. Грег не мог поверить в столь значительное упущение. Для такого огромного корабля, с таким количеством людей на борту и в таких опасных водах, это было странно. Но не желая получить штраф за взлом корабельной собственности, Грег понадеялся обойтись без бинокля. В конце концов, если появятся айсберги, капитану сделают предупредительный звонок и сообщат об опасности. Грег не подозревал, что такое предупреждение о подстерегающих опасностях уже было получено. Но в телеграмме не хватало префикса, который обеспечил бы прямую доставку капитану. Важное предупреждение попросту проигнорировали. Джон вместе с командой готовился к отплытию, ускоряя двигатели. Он заметил густой выхлоп, слишком насыщенный для таких печей. Команда исследовала все нижние палубы. После тщательного поиска удалось найти источник дыма. Это была загоревшаяся кучка угля в бункере. Неизвестно, когда все началось, но скопление угля тлело, и очаг горения постепенно увеличивался. Количество тлеющего угля вызывало беспокойство. Была поднята тревога, что побудило офицера изучить проблему. Офицер оценил ущерб и сообщил капитану, что беспокоиться не о чем, ущерб незначительный. Джон сомневался в такой оценке, так как знал, что замкнутые пространства, окруженные железными переборками, могут запросто превратиться в духовку, которая усиливает жар. «Титаник» продолжил движение, к удивлению Джона. Они только что отплыли из Саутгэмптона, и мужчина был уверен, что они повернут назад. Джону и его команде приказали сгребать загоревшийся уголь в топку и делать это, пока тление не прекратится. Это была кропотливая задача, которая могла растянуться на все путешествие. Непрерывное поступление угля заставляло турбины вращаться в ускоренном темпе, на который «Титаник» не был рассчитан. Он предназначался для неторопливой роскоши, а не для того, чтобы бить рекорды скорости. Но экипаж с энтузиазмом признал «Титаник» не только непотопляемым, но и самым быстрым. Джон и его команда продолжали сгребать уголь в топку. Температура в носовой части с каждым днем становилась выше. Жар в переборке стал таким сильным, что швы и заклепки на железных стенах ослабли. «Еще два дня! Всего два дня!» Джон смеялся, пытаясь поднять настроение своим товарищам, которые работали не покладая рук. Вот так, смеясь и шутя, они с нетерпением ждали конца путешествия, не догадываясь, каким он будет. «Титаник» несся по спокойному морю. Грег смотрел вперед с верхушки смотровой башни, внимательно следя за тем, чтобы не оказаться на пути айсберга. Несмотря на хорошую видимость, могли возникнуть ложные горизонты, искажающие реальные расстояния до видимых объектов. Когда «Титаник», двигаясь в водах Гольфстрима, вошел в более холодное лабрадорское течение, столбы воздуха стали охлаждаться снизу вверх, создавая тепловую инверсию. Невероятно высокое давление воздуха гарантировало отсутствие тумана и обеспечивало обманчиво ясный вид. Но тепловая инверсия способна создавать оптические иллюзии и отодвигать реальный горизонт, поднимать его выше и маскировать объекты на пути. Ложные горизонты могут легко скрыть приближающиеся айсберги. Грег знал об опасностях спокойного моря в Арктике и предпочитал бурные воды, где легче обнаружить айсберги в волнах. Стоя на смотровой площадке, он вглядывался в темную бездну впереди. Вдруг в полутора километрах по курсу в темной воде показались грозные очертания. «Прямо по курсу айсберг!» — крикнул Грег своему помощнику, который быстро позвонил рулевому и приказал резко сдать вправо. Рулевой принял вызов. Сгоряча он повернул колесо против часовой стрелки. Затем он понял, что крутанул руль не в ту сторону и сдал в противоположном направлении. Корабль направился к айсбергу, повернувшись к нему левым бортом и одновременно снизил скорость. Несмотря на задержку с поворотом штурвала, небольшое расстояние до объекта и скорость, с которой они плыли, все на первый взгляд было в порядке. Когда они приблизились к айсбергу, казалось, что они проскочат мимо, но более 87% ледяной глыбы находилось под водой, и скоро скрытый лед вспорол носовую часть левого борта, образовав обширный разрыв корпуса. Корабль затрясло, и все на борту поняли, что-то не так. Среди смятения и страха никто не обратил внимания на ущерб. Когда экипаж сориентировался, 6 из 16 отсеков стремительно заполнялись морской водой. Судно могло удержаться на плаву только при 4 затопленных отсеках. Время шло, и «Титаник» начал уходить под воду. Ослабленная переборка с перегретыми стальными стойками и заклепками резко охладилась и сломалась под давлением ледяной воды. Был дан сигнал покинуть корабль. Все шлюпки подготовили к спуску, и на ближайшие корабли отправили сигналы о помощи. Радист постоянно вызывал судно, которое недавно выходило на связь с «Титаником». В течение последних нескольких дней с этим кораблем поддерживалась постоянная связь, по которой поступали предупреждения об айсбергах, с тех самых пор, как «Титаник» вышел из Саутгемптона. Последнее сообщение было получено всего час назад. Получив очередное предупреждение, оператор сгоряча ответил «Заткнись», решив, что сообщения об айсбергах были беспочвенными. После такого ответа корабль выключил радио и ушел в режим радиомолчания. Ближайший корабль, который принял сигналы бедствия, находился в 800 километрах, слишком далеко, чтобы вовремя прийти на помощь. Бесчисленное множество ошибок привело к гибели «Титаника». Некоторые из них можно объяснить только халатностью. И главной из них было количество людей на борту судна – 2224 человека, при том, что шлюпки были рассчитаны на 1178 человек. У половины не было шансов на спасение. В 2340 в северной части Атлантического океана «Титаник» столкнулся с айсбергом. Было найдено и восстановлено много разных артефактов – части корабля, украшения, обеденные тарелки и прочее. Всего через три часа после удара корабль полностью погрузился в ледяную воду. В тот холодный вечер играл оркестр, развлекая гостей на борту. Пассажиры предвкушали скорое прибытие в Америку. В 1912 году пересечение Атлантики на корабле все еще считалось увлекательным приключением. Однако в тот вечер над капитаном и его командой нависло ощущение приближающейся беды. Хотя больше никто не переживал. Разве что-то могло пойти не так? Все знали, что «Титаник» непотопляемый, и вечер казался вполне обычным. Последнее, что может прийти в голову при мыслях о «Титанике» – это его почтовая команда. Да, на борту были почтальоны, которые доставляли почту в Америку. На первый взгляд это скучная работа, но для того, чтобы попасть на борт, нужно было пройти серьезный отбор, и лишь несколько лучших кандидатов прошли испытания и были приняты. Джон Стар Марч, американец, был одним из почтальонов, которому обещали от 1000 до 1500 долларов за год работы на «Титанике». В 1912 году это были огромные деньги. Официально почтальоны не входили в состав экипажа судна и размещались рядом с каютами третьего класса, но в конце концов они добились, чтобы их переселили. Также им предоставили отдельную столовую. Марч устроился на эту работу, так как ему нужны были деньги, чтобы содержать семью. Это был идеальный способ заработать на большом корабле, который плыл через океан. Марчу был 51 год, и он был родом из Нью-Джерси. К сожалению, он погиб вместе с кораблем. Были найдены его карманные часы, которые дают представление о том, что произошло в тот роковой вечер. Часы в золотом корпусе с гравировкой были изготовлены национальной часовой компанией «Элджин». Можно подумать, что это просто изысканная антикварная вещь, которая – самое место на каминной полке. Но в этих часах есть кое-что необычное. Под защитное стекло просочилась вода, и черные стрелки показывают ровно час двадцать семь. Повод задуматься, почему часы остановились именно в это время. Что делал их владелец? Почтовые клерки управляли полностью функционирующей и эффективной системой сортировки почты на борту «Титаника». Обычные лайнеры использовали закрытые почтовые мешки для транспортировки почты из одного порта в другой. Но система сортировки почты на «Титанике» позволяла пассажирам отправлять открытки всякий раз, когда корабль причаливал в транзитных зонах Ирландии и Франции. В тот вечер люди начали возвращаться в свои комнаты в районе одиннадцати вечера, но некоторые все еще прогуливались по кораблю. А в своей отдельной столовой пятеро почтальонов праздновали день рождения коллеги. За пять минут до столкновения члены экипажа заметили айсберг и три раза позвонили в колокол, предупреждая, что по курсу корабля что-то есть. Они отдали приказ повернуть влево, что в те времена обозначалось командой «право на борт» и «дать полный назад». Это не помогло избежать удара. В 23.40 «Титаник» столкнулся с айсбергом, и разразилась катастрофа. Проблема была не только в воде, которая просачивалась внутрь, но и в панике и хаосе среди пассажиров и членов экипажа. Капитан Смит поднялся на палубу, где ему сообщили, что «Титаник» столкнулся с айсбергом. И в то же время почтовое отделение начало наполняться водой. Мы знаем, что к 2.20 ночи корабль был полностью затоплен, и выжило всего 706 человек. Время между ударом и погружением было насыщено событиями. В полночь начали готовить спасательные шлюпки для эвакуации пассажиров. Женщинам и детям приказали подняться на борт спасательных шлюпок с несколькими членами экипажа. Проблема была в том, что 20 имеющихся спасательных шлюпок могли вместить только 1178 человек, а пассажиров на борту было более 2200. Марч и его коллеги принялись сортировать почту. Везде царил хаос. С каждой секундой ледяная вода заполняла корабль. Через 15 минут после наступления полуночи капитан Смит приказал членам экипажа подать сигнал бедствия. Несмотря на то, что сигнал SOS был создан раньше, чем Титаник, многие тогда использовали комбинацию CQD. CQ означает общий вызов, а D — бедствие. Крейсер Франкфурт был слишком далеко, чтобы помочь, хотя и откликнулся одним из первых. Откликнулся даже корабль-побратим Титаника, Олимпик, но он тоже был далеко. В 0.20 Карпатия получила срочное сообщение и отклонилась от первоначального курса, чтобы помочь, хотя находилась более чем в 100 километрах. Эта новость вселяла надежду, но вода быстро прибывала. Было нелегко всех успокоить, зная, что в считанные часы корабль может оказаться под водой. В тот момент многие пассажиры уже находились на борту спасательных шлюпок, ожидая спуска на воду. Музыканты на корабле начали играть музыку для тех, кто все еще ждал. Сначала они играли в салоне первого класса, а потом перешли на палубу. Ведутся споры о том, как долго они играли и что именно. Никто из музыкантов не спасся. Все пять почтальонов на борту тоже пошли на дно вместе с кораблем. По словам офицера корабля, почтальоны старались спасти как можно больше почты, когда вода уже доходила им до колен. Марч был одним из них. Вокруг повсюду плавали мешки с почтой. Почтальоны начали с заказных писем. Очевидцы рассказывали, что они складывали мешки с почтой на палубу, чтобы те не промокли до прибытия помощи. И также упоминали, что мешки с почтой плавали в ледяной воде. Только в 0.45 с левого борта корабля на воду была спущена спасательная шлюпка номер 7. Несмотря на то, что в ней было место примерно для 65 человек, внутри находилось только 27. Во многие спасательные шлюпки сажали меньше людей, чем позволяла их вместимость. Были опасения, что лодки перевернутся, если людей внутри будет слишком много. А некоторые вообще отказались садиться в шлюпки, утверждая, что «Титаник» непотопляемый. В это же время запустили одну из восьми сигнальных ракет, но это ничего не дало. В 0.55 на воду были спущены вторая и третья спасательные шлюпки с двумя пассажирами мужского пола, которые запрыгнули на борт. Через пять минут была спущена еще одна спасательная шлюпка с 39 людьми. В этот момент вода поднялась до основания парадной лестницы. За следующие 20 минут спустили еще несколько шлюпок, которые также были недогружены. Помощь не приходила. Карпатия все еще была в пути. Паника разгоралась, росло напряжение. В час тридцать ситуация начала выходить из-под контроля, и посадка в спасательные шлюпки нарушилась. Часы Марч остановились на три минуты раньше, что могло означать, что он участвовал в драке между членами экипажа и пассажирами. Через три часа прибыло судно Карпатия. Марч спастись не смог. Его часы оказались одной из важнейших находок, найденных среди обломков Титаника. В конце концов, их вернули дочерям Марча, и сейчас они находятся в одной из коллекций Национального почтового музея. Марч был человеком, который делал то, что должен был делать, даже в этих ужасных обстоятельствах. Время было огромной ценностью для людей на борту корабля, и эти часы позволили нам узнать больше о трагической, но вдохновляющей истории Титаника. Мы все плакали, глядя на душераздирающее прощание Джека и Розы из фильма «Титаник». Простите за спойлер, но не менее трогательными были реальные истории со знаменитого затонувшего корабля. Жозеф Ларош родился в 1896 году на Гаити в богатой семье. Он рос без отца, но его мать была самодостаточной женщиной и преуспела в торговле. Его дядя был главой страны. Жозеф свободно владел французским, креольским и английским языками. В возрасте 15 лет Жозеф понял, что хочет стать инженером. На Гаити не было инженерных школ, поэтому он переехал во Францию, чтобы получить образование. Путешествие заняло у него целых 83 дня. Еще в студенческие годы Жозеф встретил Джульетту в пригороде Парижа. Вскоре они подружились, а потом это переросло в нечто большее. Пара решила пожениться. Была только одна проблема. Жозеф не мог найти высокооплачиваемую квалифицированную работу даже после окончания учебы из-за расовой дискриминации. Умный молодой человек понимал, что может добиться большего. К тому же ему нужно было обеспечивать свою растущую семью. На подходе был третий ребенок. Его дядя на Гаити пообещал, что поможет Жозефу найти работу в качестве профессора математики. Его мать была очень рада, что сын с семьей будут жить на Гаити. Она купила им билеты первого класса на французский лайнер La France в качестве подарка на воссоединение. Но на этом лайнере действовали очень странные правила, по которым родители отделяли от детей во время обедов и ужинов. Супруги Ларош не хотели оставлять своих малышей и заставлять их грустить во время путешествия через океан. Поэтому они решили обменять свои билеты первого класса на La France на билеты второго класса на первый рейс Титаника. Титаник был на слуху, и там не разлучали семьи, так что это казалось отличной идеей. Они планировали пересесть на другой корабль в Нью-Йорке, который доставил бы их прямо в пункт назначения на Гаити. Семья поднялась на борт Титаника 10 апреля 1912 года в Шербуре. У них было три дня, чтобы насладиться роскошными каютами, обеденным салоном, библиотекой и тремя открытыми прогулочными палубами, доступными для пассажиров второго класса. Джульетта отправила письмо отцу с остановки Титаника в ирландском Квинстауне. Она сообщила ему, что они с мужем более чем довольны размещением. В их каюте было две койки и диван, который превращался в кровать для самых маленьких членов семьи. Супруги подружились с несколькими приятными пассажирами, с которыми они вместе путешествовали из Парижа. Джульетта отметила, что они были среди немногих французов на борту, поэтому за едой сидели вместе. Они также все вместе проводили время на палубе лайнера. Она написала, что люди на борту были дружелюбными, хотя некоторые источники утверждают, что семья пережила немало злобных взглядов, сплетен и замечаний. В ночь на 14 апреля захватывающее путешествие внезапно оборвалось. Хотя операторы беспроводной связи Титаника получали предупреждение о дрейфующих льдах с соседних судов, лайнер продолжал двигаться вперед на полном ходу. Было около 11.40 вечера, когда корпус Титаника столкнулся с айсбергом примерно в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда. Непотопляемый корабль был крайне слабо оснащен спасательными шлюпками, которых хватило лишь на половину из 2200 пассажиров. Ближайший корабль Карпатия находился слишком далеко, чтобы помочь. Стюарт разбудил семью Лароши и отвел их к спасательным шлюпкам, как вспоминала потом Джульетта. Она не знала английского, поэтому все происходящее казалось ей еще страшнее. Чуть позже полуночи экипаж получил приказ отдать приоритет женщинам и детям при посадке в спасательные шлюпки. Джульетта вспоминала, что началась страшная паника. Люди толкали друг друга, чтобы занять желаемое место. В какой-то момент она почувствовала, что толпа оттащила ее старшую дочь и бросила в пропасть. Мгновение спустя Джульетта присоединилась к своей Симоне в той же пустоте. Итак, беременная дама и две ее дочери заняли места в спасательной шлюпке номер 14, но им пришлось попрощаться с Жозефом, когда шлюпку спускали в море. Он укутал Джульетту своим пальто и пообещал, что сядет в другую шлюпку и снова увидит ее и малышей в Нью-Йорке. 25-летнему Жозефу Ларошу не удалось сдержать слово. Через пару часов «Титаник» затонул, унеся жизни почти 1500 человек. Жозеф был одним из них. Джульетта и девочки были среди 700 выживших, которых через несколько часов спас лайнер «Карпаттия». Добравшись до Нью-Йорка, они пробирались сквозь толпы людей, надеясь снова увидеть Жозефа. Когда стало очевидно, что они его не найдут, пришло время решать, что делать и куда идти. Без знания английского языка и денег, которые ушли на дно вместе с кораблем, Джульетте удалось прожить в Америке всего три недели, а затем у нее не осталось другого выбора, кроме как вернуться во Францию. Дядя Жозефа не мог им помочь, так как через четыре месяца после трагедии «Титаника» его жизнь тоже оборвалась. В декабре 1912 года Джульетта родила сына, которого назвала Жозефом в честь отца. До конца своих дней она не могла смириться с потерей любимого мужа, поэтому она не любила говорить о том, что произошло на «Титанике», и запрещала своим детям упоминать об этом. В 1995 году член исторического общества «Титаника» взял у Луизы интервью. Она была последним оставшимся в живых ребенком семьи Ларош и последней француженкой, выжившей после затопления. И тогда мир впервые услышал об этой печальной истории. Она вдохновила на создание нескольких пьес и статей, хотя и не привлекла к себе такого внимания, как истории других пассажиров. Вы, наверное, помните пожилую пару, которая встретила последние минуты в своей постели на «Титанике». Это история Исидора и Иды Штраус. Они родились в Германии и еще детьми эмигрировали в США. Они познакомились в Нью-Йорке и поженились пять лет спустя. Вместе со своим братом Исидор открыл бизнес по производству фарфоровых изделий, который перерос в отдел стеклянной посуды в Мэйсис и превратил их в мультимиллионеров. Исидор и Ида были известны в Нью-Йорке не только своим богатством и благотворительностью, но и любовью и преданностью друг к другу. В 1912 году супруги решили сбежать от Нью-Йоркской зимы и отправились в Европу. К тому времени они прожили в браке уже 40 лет. В начале апреля пришло время возвращаться домой, в Нью-Йорк. Обычно они путешествовали на огромных немецких лайнерах, но не смогли устоять перед шумихой, когда все заговорили о новом, роскошном лайнере Титане. Так они оказались в одном из частных люксов первого класса в верхней части корабля. Супруги Штраус проводили вечера за ужином с живым оркестром в зале, с причудливой мебелью и дорогими деревянными панелями. В ночь на 14 апреля они почувствовали легкое дрожание, после чего покинули свои апартаменты и стали ждать указания от экипажа. Пассажирам сказали, чтобы они не теряли свои пропуска, так как они понадобятся, когда все вернутся на борт. Но корабль шел ко дну. Супруги Штраус стояли рядом с восьмой спасательной шлюпкой. Мистеру Штраусу, которому на тот момент было 67 лет, предложили занять место рядом с женой из-за его возраста. Он отказался, сказав, что не так уж Стар. Он хотел подождать и убедиться, что ни одна женщина и ни один ребенок не останутся без места. Эллен Берт, горничная Ида, колебалась, прежде чем сесть в спасательную шлюпку. Но Ида велела ей идти. Она приняла нелегкое решение не оставлять мужа на тонущем корабле. Ида сняла свою красивую норковую шубу и отдала ее дрожащей горничной, сказав, что шуба ей больше не понадобится. Исидору не удалось убедить жену спастись, и они остались вместе до конца. Некоторые из выживших пассажиров первого класса позже вспоминали, что видели, как пара мирно стояла на палубе, держась за руки и просто ждала. Было 11.39 вечера, когда смотровой «Титаника» крикнул «Айсберг! Прямо по курсу!» Оперативные действия на мостике по снижению скорости и изменению курса судна не помогли. И вы уже знаете, чем закончилась эта история. С тех пор мы считаем произошедшее с «Титаником» событием, которое бывает раз в жизни. Так ли это? «Титаник» затонул в 1912 году. Забудьте о модных GPS или спутниках. В то время корабли были обязаны предупреждать друг друга о местонахождении айсбергов. В общем, ситуация из разряда «Эй, парень, поверь мне на слово!» Затем произошла катастрофа «Титаника». Причем катастрофа — это еще мягко сказано, так что специалисты сочли необходимым создать организацию, чтобы избежать повторения подобной аварии. Именно поэтому через год был создан Международный ледовый патруль или сокращенно МЛП. До сих пор эта группа отвечает за заблаговременное предупреждение судов о ледовых угрозах. Со временем организацию совершенствовала свои методы от сообщений судов и патрулирования самолетов до спутниковых снимков. В последнее время она также использует океанографические буи — плавучие устройства, предоставляющие в режиме реального времени информацию о состоянии океана на глубине до 50 метров для прогнозирования возможного дрейфа айсберга. К счастью, МЛП отлично справляется с работой по уменьшению столкновений судов с айсбергами. Но не стоит слишком успокаиваться, ведь даже самые современные средства обнаружения не помогут полностью избежать неприятной ситуации. В период с 1918 по 2005 год произошло 57 инцидентов с участием судов и айсбергов. И леденящая душу правда заключается в том, что современные суда с большей вероятностью могут столкнуться с айсбергом, чем она была у «Титаника». Исследования показали, что в районе, где затонул «Титаник» в 1912 году прошло 1038 айсбергов. Вам может показаться, что это много, но ученые утверждают, что это не так уж и важно. Да, это много, но с тех пор прошло 14 лет с еще большей активностью айсбергов. В настоящее время количество айсбергов растет из-за ускоренного таяния ледников Гренландии. А поскольку все больше судов направляется в полярные воды, то вероятность столкновения судов с айсбергами возрастает. Но настоящую опасность для капитанов представляют невидимые враги — гроулеры и бергебиты. Гроулеры — это небольшие айсберги, которые могут быть размером с обычную дверь. Небольшими считаются и бергебиты размером со школьный автобус. Эти айсберги могут показаться безобидными, но на самом деле они опасны, поскольку могут быть совершенно невидимы для радаров и спутников. Давайте посмотрим, что произойдет, если современный круизный лайнер размером с «Титаник» столкнется с одним из этих небольших айсбергов. Знакомьтесь, Norwegian Sun — роскошный круизный лайнер по типу «Титаника», способный вместить 2400 пассажиров и более 900 членов экипажа. 22 июня этот круизный лайнер направлялся к леднику Хаббарда на Аляске, когда оказался в центре густого тумана. Внезапно пассажиры почувствовали и удар, и испугались, так как корабль сильно тряпнуло. Туман мгновенно рассеялся, и они поняли, что произошло. Norwegian Sun столкнулся с айсбергом-гроулером, но исход событий был совершенно иным, чем на «Титанике». К счастью, никто не пострадал, и пассажиры, и персонал благополучно добрались до Аляски. Водолазы-эксперты проверили состояние судна и обнаружили, что оно получило некоторые повреждения после столкновения, поэтому оставшаяся часть путешествия была отменена. Не переживайте, когда в следующий раз будете собирать вещи для путешествия через Атлантику, потому что аварии, подобные той, что произошла с судном Norwegian Sun, случаются крайне редко. Лед — это обычное явление для судов, но необычным является то, что он представляет собой проблему. Большинство современных круизных судов не повредит встреча с айсбергом, и на это есть своя причина. Видите ли, сталь, из которой был изготовлен «Титаник», также сыграла немалую роль в катастрофе. Все-таки непотопляемый корабль оказался не таким уж ударопрочным. В те времена для изготовления корпуса «Титаника» использовалось около двух тысяч стальных листов, которые, как считается, были изготовлены в мартеновской печи. В результате сталь содержала высокую концентрацию остро, кислорода и серы, что делало ее хрупкой при низких температурах и приводило к разрушению при ударе. Хотя сталь, использованная на «Титанике», была самого высокого качества, она не соответствовала стандартам безопасности, принятым в современном мире. Она была примерно в 10 раз менее безопасной, чем та, которую используют современные суда. Но самое существенное различие между конструкцией «Титаника» и современного судна заключается в том, как собран корпус судна. Как вы знаете, в конструкции корпуса и верхней палубы «Титаника» было использовано более трех миллионов заклепок, поэтому, когда он столкнулся с айсбергом, заклепки запустили цепную реакцию, в результате которой одновременно разрушились все части корпуса, не выдержав неконтролируемый поток воды. На современных судах, напротив, используется метод дуговой сварки, при котором края металлических металей сплавляются между собой, образуя прочное соединение. Это более безопасно, поскольку в случае повреждения какой-либо части судна разрыв не распространяется дальше, ухудшая ситуацию. Повреждение остается в пределах одного участка. Итак, небольшие айсберги встречаются все чаще, и суда приспособлены для борьбы с ними. Но остается еще один сценарий. Что если огромный круизный лайнер столкнется с айсбергом размером с пятиэтажный дом? Представьте, что мы только что создали самый большой в мире круизный лайнер на планете. Назовем его «Яркий морской берег». Наш плавучий город огромный. Он в четыре раза больше Статуи Свободы, длиннее «Титаника» на 97 метров, и перевозит в три раза больше пассажиров и членов экипажа. И как и «Титаник», наш вымышленный корабль может развивать максимальную скорость около 23 узлов. Представьте себе такой сценарий. Наше судно идет на полной скорости по замерзшим водам. На дворе глубокая ночь, а капитан не понимает, что все оборудование для обнаружения айсбергов на борту не работает. Оно перестало работать три дня назад. На улице сильный туман, и смотровой также не может обнаружить айсберг высотой 13 метров. Если бы это реально произошло, и судно столкнулось бы с айсбергом лоб в лоб, то это могло бы привести к его затоплению. Но вы же понимаете, насколько это маловероятно. Поэтому эксперты с полной уверенностью утверждают, что лед вряд ли станет причиной крушения современных круизных судов. Следует также отметить, что со времен «Титаника» меры безопасности значительно улучшились. Современное крупное судно может затонуть в течение нескольких дней, что дает достаточно времени для обеспечения безопасности всех людей, находящихся на борту. Экипажи, безусловно, лучше подготовлены к эвакуации, а пассажиры должны проходить инструктаж по безопасности до начала круиза. Знаю-знаю, это раздражает, когда все, чего ты хочешь, это выпить лимонаду у бассейна. Но знаете ли, однажды все эти меры безопасности спасли судно MS Explorer от превращения в современный «Титаник». В 2007 году все 154 человека, находившихся на борту этого антарктического круизного судна, смогли попасть в спасательные шлюпки после столкновения с айсбергом. Представьте себе их панику, когда они в течение четырех часов ждали помощи. Несомненно, экипаж судна проделал отличную работу, обеспечив безопасность людей. Но в отчете, опубликованном два года спустя, говорится, что авария MS Explorer произошла из-за неопытности капитана, который слишком быстро направил судно в ледяную стену в водах Антарктиды. Это означает, что независимо от того, насколько технологичен корабль или насколько хороши его материалы, если у вас есть беспечный капитан и команда, не знающая, как справиться с айсбергом, да, катастрофа, подобная «Титанику», может повториться. Но не стоит переживать по этому поводу. Доверьтесь профессионалам и помните о статистике. За последние 30 лет MS Explorer было единственным круизным лайнером, затонувшим из айсберга, и все остались живы. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь морским отдыхом. Помните душераздирающие сцены с «Титаника» из книг или фильмов? Те, где корабль тонет, и никто ничего не может с этим поделать. А оказывается, эта история не совсем правдива. По крайней мере, по мнению историка и автора книги, в которой подробно описаны события на борту злополучного корабля. Если то, что он утверждает, правда, всех людей на «Титанике» можно было спасти. Он пишет, что корабли «Калифорниан» и «Маунт Темпл» находились достаточно близко, чтобы практически видеть, как «Титаник» погружается в океан. Но их экипаж не предпринял никаких действий из-за страха или потому, что понятия не имел, что нужно делать. Тогда никто не думал, что «Титаник» может затонуть. На нем было все, что только можно себе представить. Роскошные салоны, турецкая баня и даже площадка для игры в сквош. Но, мчаясь по океану и готовясь побить рекорд по пересечению Атлантики, он столкнулся с айсбергом. И с этого момента все пошло кувыдком. Многие корабли хотели помочь тонущему судну и изменили направление движения в сторону «Титаника», услышав сигналы бедствия. Но два ближайших судна воздержались. «Маунт Темпл» был очень близко. Он находился на расстоянии всего 80 километров и мог добраться до «Титаника» за пару часов, чтобы спасти всех пассажиров. Однако капитан судна посчитал такое путешествие слишком рискованным. Ведь там были айсберги, верно? Сейчас мы ничего не можем изменить, но мы можем использовать воображение и хотя бы в теории спасти пассажиров и экипаж. Обычному человеку было бы трудно помочь людям на «Титанике». Но что, если бы мы могли обратиться за помощью к супергероям? Нам было бы полезно найти кого-нибудь с навыками путешествия во времени. Он мог бы вернуться в прошлое и предупредить команду, что айсберг совсем близко и нужно как можно скорее увезти корабль с его пути. Или чтобы наверняка отправиться чуть дальше во времени и заранее предупредить капитана, чтобы он не спешил отправляться в путешествие. На «Титанике» было много вещей, которые следовало исправить. У экипажа даже не было доступа к биноклю. Если бы у членов команды был этот важнейший прибор, они могли бы своевременно заметить айсберг, ограничить ущерб или вообще избежать столкновения. О спасательных шлюпках и говорить нечего. Поскольку корабль хотели сделать как можно более роскошным, на нем почти не осталось места для шлюпок, которые могли бы спасти столько жизней. Хотя на борту находилось 2200 человек, спасательные шлюпки могли вместить только 1200 человек. А как насчет полетов? Смог бы летающий супергерой помочь избежать этой трагедии? Готова поспорить, что да. Этот супергерой мог бы обследовать местность, особенно ночью, когда видимость плохая. Более того, он помог бы быстрее оповестить соседние корабли о том, что «Титаник» тонет и людей нужно спасать. Если бы кто-то на борту умел летать, возможно, он смог бы по воздуху доставить в безопасное место некоторых пассажиров. Лазерное зрение Лазерное зрение – это было бы круто. Человек с лазерным зрением в мгновение ока разнес бы айсберг и щепки. Вместо того, чтобы дрожать в темноте в ту роковую ночь в апреле 1912 года, люди могли бы наслаждаться освежающим напитком на палубе на следующее утро, благодаря собранным с палубы остаткам льда. Ладно, может быть, человек с лазерным зрением не был бы достаточно силен, чтобы расколоть айсберг пополам и обеспечить «Титанику» безопасный путь. Но он точно смог бы открыть запертую комнату, где хранился бинокль. Кто-то со сверхчеловеческой силой? Да, это тоже полезно. Он мог бы встать между кораблем и айсбергом, предотвратив столкновение. А если бы он, скажем, случайно задремал и пропустил столкновение с огромной глыбой льда, ничего страшного, он бы просто держал «Титаник» на плаву, пока не подошли бы ближайшие корабли, чтобы спасти всех людей на борту. Если бы вы умели дышать под водой, вы бы без проблем пережили кораблекрушение. Вы бы вряд ли изменили что-то на самом корабле, но, возможно, при достаточной силе вам бы удалось спасти некоторых пассажиров, поддерживая их снизу и позволяя им дышать. Если бы человек на борту смог управлять стихией, это было бы здорово. Это бы не только спасло многих, если не всех пассажиров, но и стало бы захватывающим зрелищем. Такой супергерой смог бы не дать воде попасть внутрь «Титаника» после столкновения с айсбергом. Если бы он был достаточно проворным и увидел айсберг до того, как тот столкнулся с кораблем, он мог бы превратить большую глыбу льда в воду одним щелчком пальцев. Если мы посмотрим на отчеты о той ночи, то заметим, что на «Титанике» все происходило очень быстро. Разве не было бы здорово иметь на борту кого-то, кто мог бы замедлить время? Давайте наградим его еще и сверхразвитой интуицией. Он мог бы почувствовать, что что-то не так по запаху воздуха или по реакции экипажа, впервые заметившего айсберг. Простым жестом руки он мог бы замедлить время почти до неподвижности. Он мог бы проверить записи с корабля, заметить его необычайно высокую скорость и вовремя предупредить капитана о необходимости изменить курс. «Титаник» можно было бы остановить или отвести в сторону от айсберга. Супергерой с ночным зрением тоже был бы полезен. Он бы заметил айсберг раньше, чем все остальные. Учитывая его способность видеть в условиях плохой освещенности, он, вероятно, лучше руководил бы спасательной операцией в ту катастрофическую ночь. Невидимость Спасла бы и эта сверхспособность «Титаник» от погружения на дно Атлантики. Я могу придумать пару возможных сценариев. Тот, кто обладает способностью становиться невидимым, когда захочет, наверняка стал бы рыскать по кораблю. Вспомните, что на борту «Титаника» находились самые важные члены общества. Это было не какое-то обычное судно. Представляете, сколько там ходило сплетен. Вместе со всей этой информацией супергерой мог подслушать, как капитан сказал, что они плывут быстрее, чем должны, или что в случае серьезной проблемы спасательных шлюпок не хватит на всех. Кто знает, что мог бы сделать этот любопытный супергерой с такой ценной информацией. Я уверена, что какой-нибудь колдун спас бы «Титаник», если бы присутствовал на борту. Наверняка в магических книгах есть заклинание, полезное для тонущих кораблей. Может быть такое, которое помогло бы сварить металл после столкновения с айсбергом. Или такое, которое доставило бы судно по воздуху в безопасное место после аварии. А как насчет заклинания, которое превратило бы «Титаник» в подводную лодку, создав вокруг него защитный слой, чтобы он мог комфортно передвигаться под водой? Это, несомненно, было бы круто. И пассажиры получили бы поистине уникальный опыт. Умение разговаривать с животными и рыбами тоже пригодилось бы. Даже если бы все остальные супергерои потерпели неудачу, «Титаник» налетел бы на айсберг, наполнился водой и оказался на морском дне, людей все равно можно было бы спасти. Потому что на борту был кто-то, кто мог бы дать указание дельфинам доставить людей в безопасное место. Я уверена, что эти разумные существа были бы рады помочь.